Друзья, я включил запись, и это означает, что очередной наш вебинар 28 декабря начался. Сегодня 28 декабря 2022 года, московское время 16 часов 2 минуты. Сегодня у нас заключительный вебинар 2022 года. Я хочу приветствовать двух участников нашего вебинара, а именно Андроша Ковача и Жак Руе. I will talk in English, a small part of my talk will be in English, especially for that participation of our webinar. Жак и Андроша, I congratulate your participation in our webinar, because we know that now is Christmas holiday in your countries, but you participate, you work. Thank you very much. Thank you very much for your participation. I see that you are here. Unfortunately, the main part of our webinar will be in Russian, but I know sometimes you use interpreter in computer. Maybe you will understand what we will talk about during this webinar. Okay, I continue. Я продолжаю. Итак, сегодня 28 декабря, московское время 16 часов 4 минуты. Сегодня у нас заключительный вебинар, и возможно, мы попробуем подвести некоторые итоги вот этого года. Я коротко хочу сказать, что у нас было весной этого года 19 вебинаров, и вот сегодняшним это будет 5 вебинаров осенью, и было примерно 30 часов конференции осенью с 3 по 7 октября 2022 года, что тоже примерно 15 вебинаров равняется. То есть мы за год, грубо говоря, провели 40 вебинаров двухчасовых, иногда и трехчасовых. Это довольно много, и я поздравляю вас, вы все, вы все очень, мы все молодцы, мы любим физику, мы участвуем активно в развитии нашей науки. У нас уже достаточное присутствие участников, которые сегодня будут выступать. Вот нескольких человек еще нет, но я думаю, что они присоединятся. Я заканчиваю свое введение, я хочу напомнить выступающим, что у нас будет сегодня, ну, наверное, 6, уже 6 человек есть, а может быть, по максимуму 8. Поэтому времени у вас на выступление не так уж много, 10, максимум 12 минут. Попробуйте за это время изложить очень коротко и четко то, что вы в своих каких-то вот предыдущих докладах с очень интересными идеями излагали. Напомнить об этом. Я закончил и представляю слово Анатолию Ивановичу Климову. Толя, пожалуйста, тебе слово, вывешивай свою презентацию, и ты у нас начинаешь сегодня. Ты не забудь включить звук у себя. Возможно, у тебя звук. Валер, видно. Видно твою презентацию. Молодец, спасибо. Спасибо. Я хотел еще раз в двух словах поздравить всех участников, действительно, с наступающим Новым годом. Ну, а вот наших иностранных друзей. Жак, Андрюш, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. My presentation will be devoted to the... Ты давай по-русски, а то мы ничего не поймем, что ты хочешь сказать. Хорошо. Я напомню уважаемым слушателям ту основную мысль, которую я в последней моей презентации пытался донести до вас. Значит, по сути дела, она сводилась к тому, что углеводороды – это оптимальный материал для ленор-реакторов. Значит, ну почему? Потому что углерод по своим физическим свойствам, в частности, по высокой электропроводности, он близок к металлам. В углеводородах много. Там выше двух атомов на один атом углерода, значит, сосредоточены атомы водорода. Казалось бы, вот водородно-металлические энергетику, которая HME, сейчас аббревиатура также распространена, как и ленор, значит, ну вот это направление, наверное, способно продолжить или дополнить, я бы сказал. Ну, а здесь есть важное, вот Евгений там начал по поводу, значит, новых источников энергии. А мне кажется, вот, так сказать, все общество не готово к тому, чтобы вот воспринять эту новую энергетику. И мне казалось бы, вот углеводороды – это та манна небесная, которая позволит нам плавно перейти от сжигания химии до новой концепции, вот так сказать, когда, значит, ну, мы говорим о ленор-процессах. Значит, ну и в связи с этим я хотел напомнить, что вот была опубликована в Регм, моя работа, а можем ли мы, а правильно ли мы вообще сжигаем, умеем ли мы правильно использовать углеводороды для получения энергии. Значит, ну, я не знаю, еще раз я напоминаю, было бы желательно, чтобы народ посмотрел ее. Значит, ну и второй философский вопрос, который меня всегда волнует, это, значит, ну, коль скоро все-таки мы находимся на Земле и смотрим в космос. У нас, значит, самые распространенные, значит, элементы по значимости, по первое место, ну, если не считать водород, я уже говорил, кислород, дальше идет кремний, песка много на Земле, и третий по значимости – алюминий. Вот все-таки, а как они, почему вот эти рекордсмены-то появились в космосе и на Земле? Не есть ли это подсказка для того, чтобы вот нам углубиться в физику Ленор, коль скоро эти вещества создавались, согласно Вернадскому, не на звездах, а продолжают создаваться на холодных планетах, в коре этих планет. И второе, вот обратите внимание, нам известен изотопный состав, природный состав вот всех элементов таблицы Менделеева. А почему он такой? Вот задумывались вы, если это действительно продукты, так сказать, вот холодных трансмутаций, то, значит, что, о чем говорит вот этот природный, значит, состав элементов? Значит, может быть, в наших экспериментах будут рождаться такие же, так сказать, вот изотопия, изотопный состав, от него не убежишь, а может быть и нет. Может быть, вот Кащенко прав, когда говорит, да, используйте алюминий в своих экспериментах, и вы получите моноизотоп кремния. Ну вот, это же ключевой эксперимент, о которых, так сказать, сегодня хотелось бы и поговорить, ключевые проверки тех или иных концепций. Ну и в этом плане, вот, близок по духу, я считаю, вот Слободан Станкович, значит, его работа, она мне очень нравится, близка по духу. Я думаю, что, значит, вот вы сейчас увидите, почему, значит, ну и второй, так сказать, титан, на который, работа, которую я всегда цитирую, это вот Альберто Карпинери. Жаль, я его лично не знаю, но подход его мне понятен, и, так сказать, я его разделяю. Ну вот, и интересно сравнить вот данные вот этих двух групп с тем, что мы сейчас получили в таком чистом, рафинированном эксперименте, о котором, собственно, я и хочу рассказать. Вот, мое увлечение вот этим Ленером, оно как раз и началось исследование горения углеводородов, стимулированного с помощью плазменных образований. Вот, это вот мы делали в рамках международных проектов, значит, вот эту работу, значит, были созданы некие реакторы, которые все вот в этих, они доступны, эти вот МТС-шные отчеты, можете посмотреть, и что там вот наблюдалось довольно забавное. Значит, это, по сути дела, значит, работа с созданием камер гиперзвуковых реактивных двигателей для летательных аппаратов будущего. Значит, ну, типичные условия, при которых мы работали, здесь показаны, они сейчас не важны. Я вот эту важную картинку хотел показать. Вдруг нам в ряде режимов мы вместо голубого пламени пропана, которое хорошо известно, все там, так сказать, видели его, по крайней мере, в кухонных условиях, обратите внимание, вдруг вся плазма, вся, не вблизи электрода, а вся, вот где находились углеводороды, вдруг засверкала, значит, красным или зеленым цветом. Значит, вот создавалось впечатление, что начал работать лазер. Лазер, то есть, вот у тебя это вот свечение, оно действительно равномерно по всему объему было, так сказать, достигало громадных размеров, до трех метров в длину, значит, и вот, ну, кто видел зеленое пламя, кто видел красное пламя, так сказать, вот. Ну, так это вот пропан горит в условиях того, что мы подмешивали плазму. Вот в одном случае мы выяснили, что нарабатывался радикал CH2 играл важную роль, а в втором, значит, радикал C2 играл важную роль. Но это значит, о чем слово, подсказка-то, что идут, значит, вот процессы не химические, а с образованием радикалов очень мощные, и причем высоковозбужденных радикалов, там возникали, ну, допустим, в таких реакторах возникали C2 с плюсом ионы, то есть, это многократно ионизованные ионы. А самое главное, что там оказывалось вот в этих режимах очень много, так сказать, казалось бы, грязи, вот, образовывалась копоть, значит, образовывались вот эти вот частицы, да, субпатиклс, значит, вот, они были причем калиброваны микронных размеров и сильно заряжены. То есть, именно внутри этих, вблизи этих самых, вот, частиц создавались локальные сильные поля, которые могли воздействовать на ионы водорода. Ну, а дальше вот я рассказал в прошлый раз о экспериментах с генератором Абраменко, еще раз напоминаю, что это такое, довольно простая, в общем, вещь, в котором есть, значит, два, это, анод, один катод, есть канал капиллярный, через который идет разряд. Ну, и в этом мощном дуговом разряде происходило испарение стенок вот этой, значит, органической вставки. Опять обратите внимание, органика. Мы использовали, значит, углеводороды для того, чтобы создать вот эту эрозионную плазму. Ну, и ничего, уже здесь, уже после вот того, что я вот эту, значит, сажу, когда на анализ давал, увидел, что там много трансмутированных элементов. Ну, а здесь я в прошлый раз говорил, что вот на электродах, вы, наверное, помните, появлялось огромное количество вот новых элементов, и, в частности, алюминия, значит, силициума, вот, ну, вот иногда сера появлялась, значит, вот, ну, и вот в процессе длительной работы с этим генератором было опубликовано несколько работ на разных конференциях ICCF, значит, с 19-й начиная и по 24-ю. Значит, мы обнаружили, что вот идет избыточное выделение тепла, довольно большое, видим трансмутацию этих элементов, ну, и мы старались вот связать, по сути дела, основная задача была навести баланс между теплом, которым можно было измерять в этом, так сказать, реакторе, ну, коль скоро это был, так сказать, ну, плазматрон, по сути дела, значит, с которым можно было нагревать и воду, теплообмен. Вот. И вот, и массу вот эту можно было измерять, сколько же это, значит, было произведено от трансмутированных элементов. Ну, вот то, что моя задача сегодня, это показать вам последние эксперименты, которые были сделаны с модифицированными генераторами Абраменко, когда электрод, один из электродов удалялся, и мы имели возможность, так сказать, изучить взаимодействие углеводородной плазмы, вот, допустим, с катодом, удаленным катодом или анодом, значит, и смотрели, как влияет это на трансмутацию в различных газах. Вот. Ну, вот это я показывал вам, не буду останавливаться. А сейчас, вы видите, мы сделали симметричную схему, когда и анод удалялся, и катод удалялся, а оставалось только диафрагма с маленьким дырочкой миллиметровых размеров, капилляр, через которую, вот вы сейчас увидите, эта вот схема установки, она, так сказать, заполнялась различными газами при различном давлении. Значит, нас интересовала атмосфера аргона, чтобы не было процессов горения и окисления в помине. Вот. Ну, и вот здесь вы видите, значит, вот эту дырочку в плексе, значит, мы вставляли, как правило, это полиэтилен, значит, в котором не было кислорода, то есть раньше мы использовали оргстекло, но посчитали, что это плохой вариант. Надо перейти на CH2 мономер, то есть полиэтилен. И вот сейчас вы видите, значит, то, что и ожидалось. Вот на катоде, в первую очередь, вот эти черные, это появились кратеры, мощнейшее образование кратеров на электродах. Ну, и вот здесь вот брызги шампанского, вы видите, значит, то, что слетало с катода, это вот как раз пятно на держателе этого катода. Ну, и видно, что вот на аноде и на катоде образовались совершенно разные образования. Здесь вот светленький, вы видите, так сказать, вот, ну, гриб вырос, а здесь вот шарик лежит темненький, который, так сказать, ну, совершенно таких темных шаров на анодном электроде не обнаружено, только на катоде. Значит, ну, и что самое интересное, то, что мы и раньше видели, знали, но сейчас в рафинированных условиях, так сказать, вот, получили еще раз, то, что Слободан говорил, значит, первое, чего вот и на аноде, и на катоде появляется, это силициум, магний, значит, ну, и алюминий, только на катоде. Вот, ну, значит, в небольших количествах появляется натрий, большое количество кислорода появляется. Углерод появился, ну, понятно, он там, значит, есть, никель, тоже есть, значит, вот, ну, второй вот анализ, вы видите, что это в атомных процентах, это, значит, все-таки проценты, а кислорода 10%, то есть появляется новых вещей. Ну, если вот сравните с катодом, вот, вот они, черные эти образования, которых на аноде нету, вы видите, что здесь как раз появляется алюминий, значит, и так вот этот ряды, силициум, алюминий, магний, они налицо, значит, вот, они у всех появляются, и у Карпентерия, и у Слободана, значит, которые работают вроде не с органикой, а работает углерод с Амаза ГЭС, то есть это ОЭЧ, плазма там, радикал ОЭЧ и водород, 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 гидроксильная плазма. Но элементы, получается, одни и те же, концентрация в атомной очень похожая, значит, ну, здесь еще один вот вариант там показан, что вот на поверхности никеля это совсем не остается, но за то, что с силицием углерода там кальций появился, вот тут еще важно, что появляется здесь, значит, следующая группа устойчивая, калий-кальсин, вот, значит, там в контроле эксперименте обратить внимание, ничего нету, ну, у нас довольно чистые были, значит, 3 девятки частоты, никель, вот никель, 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 вот даже чуть-чуть кислорода, чуть-чуть углерода, вот, то есть это не примеси. Ну, а если спектры взять, я о ней говорил много, значит, спектры странные оптические, в них мы видим алюминий, мы видим кальций, сильно возбужденный кальций и какие-то странные линии алюминия, которые вообще нету сильных линий алюминия, которые появляются, если мы в плазму заносим пары алюминия. То есть там они находятся не в области, вот здесь вот 395, они находятся существенно правее, левее находятся, так сказать, цены, значит, но их там нету, вот, ну, это вот полный спектр, значит, это вот знаменитый крест, о которых я все время говорил, вот, две линии линия, только две линии алюминия, других нету. И вот линия кальция, значит, ну, вот Слободан, если вы посмотрите, вот он, у него, значит, во сколько раз происходило увеличение концентрации силикона, алюминия, кальция, ну, да, те же самые элементы, ну, что там говорить. У Карпентери, те же самые элементы, кальция, магния, кислород, вот, два слова о динамике я хотел показать вам, картинки, вот, при разном давлении. Анатолий Иванович, 17 минут уже говоришь. Ну, мне две минутки, больше не надо. Ну, пожалуйста, только давай, сворачивайся уже. Смотрите, вот это вот работает, начинает струи, значит, вылетать из вот этого сопла, по сути дела, вот, они, это в увеличенном виде, вы видите эту картинку, а вот дальше, смотрите, когда начинается кратерообразование, получается фейерверк новогодний, вот этих вот микрошаровых молний, так сказать, о которых Мацимова-то говорил, вот это вот странное излучение, я уверен, и есть, вот это частицы, которые рождают странное излучение, значит, они живут очень долго, плазма уже погасла, они все живут, живут и не разлетаются, они, самое главное, стоят в воздухе, удивительный факт, на них вот, там, струи-то 100 метров в секунду дуются из этого сопла, они их не сдувают, вот, при пониженном давлении, вот эти вот фейерверк, он вообще находится, значит, вот здесь вот в пространстве, так сказать, между катодом и пластиной, вон их сколько, значит, ну, красивое звездное небо, так вот, вот это, вот это вот, самый примечательный вот результат, который вот нами был получен и изучается, вот мы получили вот эти вот, эти вот остатки, они осаждаются на стенках, на, вот, на плексе, значит, и наша задача сейчас уделить внимание анализу именно вот этих вот, значит, звездочек, вот этих вот, значит, образований, значит, вот состав, поизучать более внимательного, вот, именно их, ну, вот он, фейерверк при низком давлении, значит, вот, плазма гаснет, а они все живут и живут, вот, ну, и напоследок, все-таки еще раз, вот, мои заключения выглядят следующим образом, мы впервые подошли к эталонному эксперименту, который повторяется во многих группах в мире, и, значит, если есть теория холодного синтеза, они должны этот эталонный эксперимент обязательно объяснить, вот, есть эталонная трансмутация, вот, пусть они объяснят, как эта эталонная троица родилась, и второе, обратите внимание, мы сознательно этот эталонный эксперимент двигали, вот, к рекордсменам распространенности элементов на Земле, вот, мне кажется, это вот есть как раз ключ двигаться, пониманию и продвижению, созданию тех условий, условий, вот, холодного синтеза, который господствует на планетах, а не на звездах и в космосе, значит, вот, мы впервые получили возможность получить эти вот рекордсмены, алюминий, силициум в большом количестве и в нужном пропорции. Спасибо за внимание. Наталья Иванович, спасибо. Ну, ты 20 минут говорил ровно. У меня просьба следующих докладчиков придерживаться все-таки нашего регламента. Это 10, ну, максимум 12-13 минут, в принципе, совсем уж там не получается уложиться в 10 минут. И я думаю, что мы вопросы не будем сейчас, вот, в конце там какие-нибудь обсуждения в конце сделаем, после того, как все выступят. Я еще хочу обратиться к Кащенку. Михаил Петрович, я вам, я знаю, что вы участвуете, у вас микрофон не включен. Вы, я вам писал и приглашал вас поучаствовать, вы почему-то мне ничего не написали. Если вы меня слышите, то я бы хотел предложить, странно, почему вы не читаете мои письма, не отвечаете на них, я бы хотел вам предложить сегодня минут 10 по вашим идеям выступить, которых вы докладывали в этом году, но в конце уже, не сейчас, а где-то в конце. Подготовьтесь, пожалуйста. Я проболел просто. А, ну вот, извините, я чувствую, что что-то там случилось. Михаил Петрович, минут 10 я вам дам, в самом конце. Спасибо. Я выключаю. Пока ваш звук, я выключаю. Значит, друзья, мы послушали Климова. Следующий Пархомов Александр Георгиевич. Вот, Саша, пожалуйста, твою презентацию. Секрой. Ну, 10-12 минут, не больше. Климов сильно перебрал. Самые основные, для напоминания, самые основные идеи. Что-нибудь видно? Да, видно. Только у тебя такой он маленький. Чуть-чуть можно... Ага, побольше, да. Да, видно, нормально. Саша, пока слайдов, включи. Пока слайдов, вот я и хочу. Но он не включает. Не включает. Я уже сто раз об этом говорил, это самое. Так, вот, прошел пока слайдов. Включился пока слайдов, да. Почему-то звук плохо. По звукам какие-то проблемы. Дело в том, что, друзья, давайте не будем здесь самодеятельностью заниматься. Дело в том, что Zoom почему-то не дружит с Windows. В результате, вот, и в частности, вот с PowerPoint, когда показ слайдов. Какие-то там получаются противоречия. Ну, давай, Саш, продолжай, пожалуйста. Так, ну, давайте. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, я тоже всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю успехов в науке, ну и, конечно, и в личной жизни, чтобы все были здоровы. Что сейчас не так уж просто бывает для нас, особенно в пожилом возрасте. Вот, ну, почему я сосредоточился в последнее время на лампах накаливания? И вообще, как возникла идея использовать лампы накаливания в качестве своеобразных лен-реакторов? Рускоев недавно сказал, что не следует рассказывать о том, как возникают идеи. Но я все же скажу. Ну, очень просто. Они возникают, возникли, ну, по крайней мере, у нас из обобщения множества разнообразных экспериментов, проведенных в наших и других лабораториях. Это газовый разряд, это плазменный электролиз, и, ну, и, наконец, металлы, нагретые до температуры выше 1000 градусов по Цельсию. Ну, например, в никель-водородных реакторах. Ну, что здесь между ними общего? Везде здесь есть, везде здесь участвуют электроны с энергией порядка одного электрон-вольта. Еще один важный экспериментальный результат. Ядерные трансмутации происходят не только в ядре реактора, в том веществе, что мы называем топливом, но и в окружающем веществе. Это означает, что трансмутация происходит не в результате процессов только в топливе, а под действием некоторого, вызывающего трансмутацию агента, способного распространяться в окружающем пространстве и в окружающем веществе. Что это за агент? Здесь мы уходим в область гипотез. Наиболее простое предположение – это пары нейтрино-антинейтрино, возникающие при столкновениях электронов с атомами. Энергии для этого в горячем веществе достаточно, а столкновения в твердом и жидком веществе происходят чрезвычайно часто, в результате чего заметные эффекты могут возникать даже при очень низкой вероятности взаимодействия нейтрино с веществом. Есть и другие гипотезы. Например, роль агента могут выполнять монополии, которые тоже могут рождаться при электронно-атомных столкновениях, если масса монополий достаточно низкая. Ну и есть некоторые другие гипотезы. Но вернемся к лампам накаливания. Это наиболее простое и легко доступное устройство с раскаленным металлом. Это фактически реактор, который можно купить в магазине примерно за 50 и даже за 30 рублей. Температура нити в лампах накаливания 2500 градусов и даже больше. Ну и достоинством установок с лампами накаливания является то, что они могут стабильно работать очень продолжительное время. На многих экспериментах с лампами накаливания я докладывал. Около ламп накаливания обнаружены как ядерные трансмутации, так и избыточное тепловыделение. Саша, а ты листаешь сейчас свою презентацию? Я сейчас вот и начну листать. А, только мы твой первый слайд видим пока. Да, наиболее важные результаты в этом году получены на установке с четырьмя лампами. А вот она не листается. Я про это и говорил. А, нет, вот листается. Пошла, пошла, вот. Пошла, пошла, нормально, да. Пошла, 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 пошла. Пошлата, пошла, пошла, шла, пошла. О том, что она эко-зитике становится преобладающим. Это достигается применением отражателей и экрана с циркулирующей водой. Ну, вот здесь это показано. Значит, лампы, четыре лампы накаливания – отражающий экран. И экран, с циркулирующая водой. А внутри находится исследуемое вещество. Вот здесь вот показан общий вид установки. Установка она достаточно серьезная. Мы сейчас не можем детально разбираться опять-таки в этом во всем. На этом слайде показано измеренное тепловыделение на единицу массы в ряде чистых химических элементов. Представлены данные как в абсолютных величинах, так и относительно эталонного вещества, в качестве которого выбран алюминий. Увеличению атомного номера в основном соответствует снижение удельного тепловыделения по закону, близкому к обратной пропорциональности. Снижение удельного тепловыделения от лития и бериллия до висмута и свинца более чем в 20 раз. На следующем слайде показано измеренное удельное тепловыделение в ряде химических соединений. Ну и здесь же чистые элементы. Можно сделать такие выводы. Элементы с маленьким атомным номером Z, водород, литий, бериллий, бор, а также химические соединения их содержащие имеют наиболее высокое тепловыделение на единицу массы, ну или на один нуклон. Элементы с высоким Z, вольфрам, свинец, висмут, а также химические соединения их содержащие имеют низкое тепловыделение. Наличие в химических соединениях с большим Z элементов с маленьким Z значительно повышает тепловыделение. В качестве примера вот здесь вот уксусно-кислый свинец или паровольфрамат аммония. Тепловыделение в монолитных металлах мало отличается от тепловыделения в микропорошках. Ну и исследованный титан, железо, никель. Тепловыделение в веществах, содержащих гидрид титана, ну, тяжелая вода или гидрид титана, мало отличается от тепловыделения в веществах, содержащих водород. Ну, это простая вода или гидрид титана. Ну, замечу, что в термоядерных реакциях гидрид намного эффективнее протия. А здесь этого нет. Это лишний раз указывает на то, что механизм холодных ядерных трансмутаций радикально отличается от термоядерного синтеза. Ну, еще о важном. Сегодня будет выступать Руцкоев. Название его выступления – «Коллективные явления в Ленах». Я не знаю пока, о чем будет докладывать Леонид Рюбекович, но предполагаю, что речь пойдет о том, что процесс холодных трансмутаций охватывает сразу множество атомов и содержащихся в них нуклонов и электронов. А в системе множество частиц работают законы термодинамики. Я выступал на конференции с докладом «Термодинамический подход к объяснению холодных ядерных трансмутаций». Вроде бы получается, что такой подход дает объяснение незначительности гамма-излучения и радиоактивности в продуктах холодных ядерных трансмутаций. В этом сообщении нет возможности остановиться на этом подробнее. Ну и, наконец, если еще осталось время, оно вроде осталось, расскажу о новом исследовании ТРЕКов. Вот смотрите. Это очень похоже на ТРЕКи странного излучения, но здесь нет никакого Ленера. Два DVD-диска трутся относительно друг друга. ТРЕКи, в том числе и периодически, рисуются пылинками, осевшими на поверхности дисков. Это и несколько подобных изображений прислал мне на почту исследователь Васильев. Василий. Василий. Фамилию он не обозначил, к сожалению. Я попробовал потереть друг об друга две запыленные стеклянные пластинки. И, значит, действительно получаются ТРЕКи, в том числе и периодические, как вот видно здесь в рисунке. Понятно, что таким путем получаются ТРЕКи, когда пылинки, прижатые с определенной силой, либо катятся, либо поступательно движутся по гладкой поверхности. Вероятно, и вблизи Ленера реакторов ТРЕКи получаются аналогичны. Таким образом, гипотеза Жигалова о том, что ТРЕКи производятся с кребущими или катящимися частицами, находится подтверждение. Остается понять, что это за сила, связанная с Ленером, прижимающая пылинки к поверхности детектора, и что их перемещает вдоль поверхности. Ну, вот все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Юрьевич. Вот он точно уложился, Саша, точно уложился в 10 минут. Огромное спасибо. Ты регламент умеешь соблюдать. Спасибо. Еще раз, очень-очень много интересного. И в первую очередь, для меня, например, интересно, это то, что процессы, которые идут у Саши в этих лампах накаливания, трансмутации, они сильно отличаются от термоядерного синтеза по своей природе, о чем он сегодня говорил. И говорил уже, это не первый раз он об этом говорит. Это очень важно. Но дискуссии и выступления чуть позже, в конце. Спасибо, Александр Юрьевич. Третьим у нас выступает сегодня Андрош Ковач. Андрош, он прекрасно говорит по-русски, но он немного стесняется, по-видимому, своего русского языка, поэтому будет говорить по-английски. Но если что-то будет непонятное совсем, я попробую ему помочь. Может быть, удастся. Андрош, пожалуйста. Андрош. Окей. Ты слышишь меня сейчас? Да, мы тебя слышим. И видим твою презентацию. Окей, хорошо. Спасибо. Спасибо. Я speak в английском, и Валерий can translate some key points, если что-то не понимает. Итак, мой ток будет о... ...1.5 мегаэлектроноволтс в нюклеар реакции. Следующий ток будет о нюклеаре. This is the first new idea, and there are several ways how we can see that there are negative charges inside nuclei. The first one is a very well-known fact that if we look at the map of isotopes, then any deviation from nuclear stability causes either electron emission or electron capture. This is always what happens when we move out from the stable isotopes. Emission of protons or neutrons is only an exceptional situation. So now, then, the most simple explanation is that there must be negative charges. This is not a popular... ...simple one. The second fact, which I presented very detailed experimental description during the autumn conference, is the existence of electrically neutral, so-called dark helium. So this is an alpha particle with two negative charges. In some nuclear reactions, this can be emitted and then absorbed by other nuclei. And as I presented in the autumn, in ordinary uranium reactors, this happens. It can be seen from the fuel analysis. Then, the next way is that certain nuclear fissions, they emit the prompt electrons. It means that when fission happens, then not only two fragments go out, but also negatively charged electrons. And I will talk about that in a moment. In high-energy nuclear photo dissociation, it means that 50 or 100 mega-elektron volt photons fragment nucleos. Then, we can see from nuclear data that electrons are emitted also in this case. So this will be described in detail in my article that I will link in the end. So there are multiple ways how we can see that there are some negative charges inside the nucleus. And the big question is, what does it mean then for the neutron? So if we think that the neutron comprises a plus and a minus charge inside… Андрюш, Андрюш, я по предыдущему слайду хочу сказать, вот вернись, пожалуйста, к предыдущему слайду. Основная идея, вот я два слова скажу очень быстренько. Основная идея Андрюша состоит в том, что он будет рассматривать не только и не столько, значит, вот рассматривать сейчас не столько реакции синтеза, сколько реакции распада, распада, фишн по-английски. Вот, это первое. И второе, он считает и очень обоснованно, что в какой-то форме внутри ядра существует отрицательный заряд, не только положительный в виде протона, но и отрицательный заряд, который как-то там компенсируется странным образом. И вот здесь перечислены какие-то возможности, где мы это можем видеть. Ну, в его статьях, в статьях Андрюша упоминается о том, что вообще идея, скажем, идея о том, что и протоны, и нейтроны – это составные частицы, в которых кварки участвуют, которые, как мы знаем, разные заряды имеют положительные, отрицательные, правда, дробные. Вот, это уже идея есть, но Андрюш ее критикует, и вот он считает, что все-таки там как-то электрон участвует, эту идею он будет развивать дальше. Итак, распад и участие электрона. Продолжай, Андрюш. Да, поэтому, следует, следует, вопрос. То есть, что это означает для нейтрон? То есть нейтрон, интересный, как маленький хитроген, или мы можем это imaginerать, как протон и электрон-like партика, вокруг это? this was actually my first thought and this has received a lot of criticism in the autumn conference and also in other conferences because there are multiple problems when you try to put an electron-like particle in such a femtometer scale there are multiple issues why it doesn't seem to work so I came to the conclusion after thinking about this issue a lot is that in the end a neutron is a single particle so even though a neutron has a plus and minus charge inside it is a single particle and this new lepton the 1.5 mega electron volt lepton it appears at the moment of neutron decay so do not think that there is a heavy electron inside the neutron the heavy electron appears only at the moment when the neutron decays and then the energy balance shows that neutral mass this 1.5 mega electron volt new lepton mass minus their binding energy they have very short metastable binding and this binding energy was measured for example in Valery and Dimitri's experiments and then the exact mass of this new lepton comes out to 1554 kilo electron volts I will say a few words I will say a few words I will say a few words on the previous slide slide значит what очень важная это может быть ключевая точка идеи Андроша вот на этом слайде отображена он считает что ну вот его критиковали очень много он считает что нейтрон ну разные идеи были о том каким образом нейтрон и протон превращаются друг в друга выделяя там электрон вот ключевой момент ну Андрош ушел вот от вопроса каким образом электрон ухитряется поместиться внутри нейтрона хотя это очень маленькая частица фентометр тут вот некое противоречие есть все-таки вот Андрош полагает что да нейтрон существует как отдельная частица а вот когда он распадается то он распадается вот ниже третья позиция на протон и вот мгновенно мгновенно распадается на не на электрон а на полутора мегаэлектронвольт и как бы это тройной такой электрон вот но это для того чтобы этот распад произошел необходимо вот 260 килоэлектронвольт энергию связи как-то применить вот это ключевой как-то восполнить вот это ключевой момент он сейчас нет времени подробно об этом говорить я в свое время был очень ну так восхищен такой вот очень интересной эквилибристикой с несколькими цифрами от нескольких экспериментов которые Андрош Ковач делал из которых он заключил что нейтрон будет распадаться не на протон электрон а на протон и полутора мегаэлектронвольтный но он сейчас его называет лептон некоторое время назад он его называл ядерный электрон такой тяжелый можно сказать электрон промежуточный между вот последующими там меонами так вот так вот другими лептонами так вот более тяжелыми лептонами так вот еще раз вот это и энергия связи вот этого лептона с протоном она вот по его оценкам 260 кэф а сама его масса полтора мэва это Андрош получил анализируя эксперименты различные эксперименты в том числе и наш эксперимент с Барановым продолжай так точно я потому перестал называть ядерным электроном потому что вообще это не сидит никакой ядерный электрон в нейтроне а он появляется только когда нейтрон распадает хорошо окей саак continue саак now because there is short time I will show only one experiment and I chose to discuss two slides about halogen lamp experiments because this is somehow connected to what Александр Пархомов was showing in his previous presentation но вот Андрес уже перескочил на другую тему он повторяет и это очень важно и это очень интересный эксперимент и Пархомова на другом немножко оборудовании но идеи примерно те же самые вот об этом он сейчас говорит связанные с лампами накаливания да да я put 500 валт halogen ламп immersed into concentrated литийум bromide solution so this is high concentration литийум bromide in water and I analyzed elemental composition after illumination so in after one experiment run there was a sediment appearing and the observed new element is calcium in another experiment run I took a sample from the clear part of the liquid and after some time the observed new elements were sulfur and titanium now in both cases if you take calcium main isotope is 40 2 times 40 adds up to 80 if you take sulfur plus titanium main isotope is 32 plus 48 also adds up to 80 so we have in both cases of the experiment runs the isotope mass is adding up to 18 now what is important to remember is that with this type of experiments Alexander Parkumov has measured very strong potassium to calcium transmutation so potassium gains hydrogen potassium fuses somehow with hydrogen and then calcium was observed this type of reaction has been in multiple different experiments has seen this potassium to calcium is one of the classic ADNR reactions so by the same reaction mechanism then if we have proton plus 79 bromine we get an excited krypton which then falls apart this is the proposed reaction scheme here you can just I will a few words to previous slide please return please this is a galogen lamp experiment 500 watt which is plugged into lite brome I understand lite brome is used in first because brome can in lite rаствor in lite lite brome is rаствor this is interesting не только brome с тяжелыми металлами и с титаном например литий образует растворимые соли это интересный эксперимент аналогичный пархомову немножко другой состав этого раствора в который лампа погружена и там образуются два типа новых элементов один тип в виде осадка который видимо из кальция вот он сейчас немножко об этом будет дальше говорить и вторая часть это который в растворе уже не в виде осадка это вот серо и титан и вот андреш такую идею продвигает что вот следующая четвертая позиция в этом слайде что значит происходит вот такая реакция вот протий по сути делу водород протий да он соединяется вот с бромом 79 и образует возбужденный криптон вообще криптон 80 криптон вообще криптон это устойчивое значит вещество оно не распадается но вот видимо андреш считает что возбужденный криптон он дальше может распадаться и вот как он распадается он сейчас нам будет объяснять в следующих флэдах ну Yes, so, so here I just show an x-ray fluorescence analysis so that you can see that the calcium signal is very clearly shown in the sediment. Okay, so, so here is the reaction mechanism that this 80 krypton can. Fission into two calcium or into sulfur plus titanium and in both cases, there has to be emission of electrons for charge conservation. So in the first case in the calcium case four electrons have to be emitted in the second case so plus titanium case two electrons have to be emitted. And this then goes back to my previous point. This is an example of a nuclear reaction where negative charges are emitted during fission. Fission. And I also... For understanding, can I ask you one more question? Yes, yes. Andrus, in the sense of the flow before the experiment, did you do the same analysis before and after? Yeah, the results are shown here. This is also shown on the screen. Here, for example, indicated that there is an analysis of water, this orange. The note is not of calcium water, it refers to retрыes of lithium resisting australia on the mica. I showed analysis of nitrideしてium substitutionン-solialソリ So that it's not of course, this case is sticky source. The the knowledge was just presented with cotton handles. How are the dyedness�� designs over 290 years now? ну это это трудно сказать это тот же самый раствор и я я сказал бы что не появляется потому что обычно в литийных солях там судья и калия они есть yes so so the last thing i want to mention is that this reaction is actually exothermic so it's energetically allowed so if you compare the starting elements with the final elements then this is exothermic reaction but i did not mention any excess heat and this may be relates to partner's idea that neutrinos are involved unfortunately for us maybe neutrinos carry away the excess heat but the main point is to illustrate my thesis that there are certain types of fissions where negative charges are emitted during fission and last slide andrew andrew вернись пожалуйста я хочу пару слов сказать значит вот я уже об этом говорил что идея ну вот он спектральный состав этого и сидими этого 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 и раствора и осадка вот тут нам показывает и анатолий климов вопросы некоторые задавал в общем-то правильные но по-моему он отвечает достаточно четко и вот самая последняя строчка вот эта реакция как андрей считает как идет вот это превращение значит вот против вот один и один h вот этот против добавляется к 79 брому получается вот этот возбужденный криптон который ну видимо вот из-за того что он возбужденный будет распадаться это вот идея и и как-то еще надо подтверждать видимо что там криптон где-то образовался криптон бы хорошо увидеть вот и он распадается он распадается вот две две ветки видите на два кальция сороковых вот и плюс четыре электрона нужно для того чтобы сохранить заряд вот левой части этого уравнения и правой части чтобы сохранить заряд нужно выделить четыре электрона вот это великолепная идея то есть кроме кроме фьюжена кроме реакции синтеза вот реакции фишена вот этого распада вот они с помощью электронов через электроны идут и вот эта ниточка предыдущему вот два слайда первые которые он показывал где он показывал что на самом деле распад идет там по-хитрому про нейтрон распадается на протон и электронка вылетает вот там значит вот эти вот обстоятельства могут быть учтены короче вот здесь вот для сохранения зарядов нужно выделить четыре электрона если брать кальций или два электрона обычных обычных электронов если брать вот эту ветку это через серу и через через титан вот такие у него аргон откуда у тебя андрюш аргон откуда это из воздуха аргон это просто когда делаем x-rf анализ это сигнал из воздуха появляется но у тебя же аргон плюс водород будет кальций нет нет аргон это не настоящий сигнал это просто инструмент показывает аргон и из-за того что в воздухе анализ производится в этом в ринге спектрометре как раз и так сказать пошла реакция да это хорошее соображение анатолий ваш но у нас сегодня нет времени дискуссию давайте мы это просто запишем андрюш андрюш это шикарная шикарная идея мы мы всегда говорили о том что что вот эти вот вот эти вот на самом деле возбуждение электронными методами седиментов этих приводит к тому что там уже опять снова начинаются разнообразные реакции об этом говорит климов андрюш заканчивай пожалуйста да я вообще хотел бы еще ко мне сделать что хорошие вопросы я был бы рад если и другие повторили бы так этот эксперимент я думаю это не очень тяжелый эксперимент не было вот если руки повторили бы видеть и результаты удовольствие получать сам Okay, so let's slide. There is two articles coming up where the results of myself and co-authors will be published early next year. First one, first article together with Valeriza Talepin and Dmitry Baranov, titled Signatures of 1.5 megalectron-gort leptons in nuclear transmutations, where these ideas that I now showed will be described in detail. Second article, together with Giorgio Vassalo, the proton and Ockerms razor, here we describe how we see the proton's internal structure. This is already available online, and I suggest that those who are interested in these ideas, you can look into these articles early next year. Thank you. Спасибо, спасибо Андрошу. Ну, вот он здесь говорит, что у него тут вот две публикации готовятся. Ну, по-моему, мы это все поняли. Андрош, спасибо. Благодаря тому, что я тут прерывал тебя и что-то говорил, ну, может быть, это полезно для понимания было. Чуть-чуть перебрали время, но ничего страшного. Спасибо, Андрош. Олег, хорошо бы, если бы он прислал нам припринт. Он говорит, он вышел. Мы в переписке с ним, Толь. Все вопросы, Андрош, очень конструктивный. Он на все вопросы ответит. Попросим его прислать. Андрош, что-нибудь там пришли нам, то, что вышло уже. Хорошо. И это самое следующее у нас Филипп Иванович Высекайло. Филипп, пожалуйста. Тоже где-то примерно 10-12 минут. Основные идеи свои, пожалуйста. Филипп, Филипп, вы меня слышите? А, вот, да, слышат. Я вижу, да. Филипп, надо включить микрофон. А, вот, да, включил. Да, он переезжает вверх, я его часто не нахожу. Да, да, нет, сейчас все нормально. Мы и слышим, и видим. Всем здоровья и счастья. Ну, я немножко переделал свое название. Называется оно «Аккумулятивные явления Волан-де-Бройля электронов. От атомного ядра до квантовых звезд и черных дыр». Ну, про квантовые звезды и черные дыры я мало буду говорить. А вот «Аккумуляции Волан-де-Бройля», ну, допустим, от атомов до протонов, о чем, в общем-то, сейчас Андрош тоже говорил, как бы, о распаде. Я немножко тоже за трону. Так, а что-то у меня не переключается. А вот это вот обычное явление, когда я уже сегодня говорил, лучше работать в режиме PowerPoint. Может быть, вот есть стрелочки. Переключил, да? Пошла, да, пошла. Ну, о том, что, так сказать, плоские волны Дебройля на самом деле превращаются в сферические волны, вот здесь показано. Но на самом деле первую Нобелевскую премию за исследование атома водорода теоретически получил за лженауку, как теперь считается, Бор. Модель Бора проста, это электрон вращается именно как булыжник в электрическом поле, протона. Ну и вот, значит, по мере того, как он приближается все ближе и ближе к протону, то мы переходим на внутренний уровень, и в результате излучается энергия 1361 электрон вольт. То есть теорема Вериала для квантовых частиц тоже сформулирована ФОКом. Ну, по крайней мере, у него я нашел это доказательство. А что это означает? Что если вы имеете электрическое или гравитационное поле единицы на r, то перемещаться вглубь по траекториям, к центру аттрактору, значит, у вас выделяться должна половина потенциальной энергии. Ну, эта теорема всегда выполняется, и по мере того, как электрон садится в атом водорода или даже в протон, то электрон должен излучить половину своей потенциальной энергии. Ну, дальше я это буду использовать. Здесь вот дифракция на двух щелях, которая показала, что электрон является, в общем-то, фактически волной при некоторых условиях. Ну, это всем тоже известно, хотя многие остаются в рамках классической физики, типа электрон, либо ядро, бам на такой же протон там в виде, как частицы рассматриваются. Это неправильно. Надо рассматривать все это как волну в области этих явлений. Ну, здесь вот нарисовано уравнение Шредингера 1, это для, значит, задачи Гамова, здесь вот единичкой обозначено, а для задачи, значит, Шредингера или задачи Бора, так скажем, ну, вот здесь еще и учтена потенциальная энергия, это уравнение 2. Ну, и рисунки, значит, справа А, Б, С, это возможные потенциалы кулоновские или поляризационный потенциал А. Когда у вас частица заперта этим потенциалом внутри, то она имеет спектр. Ну, что я здесь сделал? Я показал, что для полых резонаторов, значит, возможно не только синус решения, но и косинус решения. То есть, N минус 1 вторая. В квадрате так определяется энергетический спектр. Филипп, вот извини, вопрос, вот предыдущий слайд, извини, важный вопрос. Вот разные люди касаются этой темы. Пожалуйста, объясни, где у тебя начало, где у вас начало системных координат, чтобы мы полимали, что такое синус и что такое косинус? Ну, начало координат в нуле. У меня, как всегда, вот здесь начало, вот здесь начало и вот здесь. То есть, на ядре, на ядре начало как-то... Валер, я сейчас поясню, что такое синус, что такое косинус. А, спасибо. Решение для плоских цилиндрических и сферических волн. Ну, вот, значит, здесь плоская волна. Что это означает? Это означает, между двумя плоскостями находится квантовая частица. И она вот мечется там. И вот вероятность ее нахождения. Вот так описывается псифункция. То есть, если в квадрат возвести, то это вероятность будет ее нахождения. Ну, и вот это сама псифункция. Вот ноль, о чем я говорил. И вот это вот косинус волна. То есть, максимум в центре. У вас два минимума и один максимум. То есть, это именно косинус такой. Везде, во всех атомных учебниках по атому приводится этот вот спектр весь. Но там все происходит перепутывание. То есть, они под n подразумевают все половинки. То есть, это все у них n. Это n плюс 2. То есть, n2, n3 и так далее. А на самом деле, когда вы рисуете синусы и косинусы, то у вас n это единица минус 1 вторая. А для синус волны, вот она, в центре у вас 0 псифункция. И так далее. И в зависимости от того, я правильно расписал вот эти вот вещи, вывел их, и показал, что когда у вас меняется симметрия, вы, например, переходите в сферическую симметрию вот такого резонатора, это фуллерен захватывает электрон, поляризационный барьер у вас есть, и электрон от него отражается за счет вот этой вот поляризации, он опять захватывается таким вот фуллереном. Я решил эту задачу, как вот Гаммов решал ее, только он для периферии решал, а я решал ее и для центра, эту задачу. Ну, значит, и получил профили, такие вот вероятности нахождения для косинус волны и для синус волны. Но при этом все функции у вас в цилиндрической и цилиндрической геометрии обостряются за счет единицы на r коэффициента. Ну, здесь вот справа нарисована гипербола, то есть единица на r, потому что косинус к нулю, когда приближается он к единице, а единица на r особенность остается для сферической симметрии, и единица на корень из r для цилиндрической симметрии. Значит, мною было показано, что сферическая и цилиндрическая симметрия для полых резонаторов ничем не отличается по вероятности от r, то есть зависимости, в общем-то, такие. В центре для синус волны у вас 0 будет, а для косинус волны будет максимальное значение. Ну, я подумал, что все это можно попробовать перенести и на атомы, где у вас ядро очень маленькое, в центре, и косинус решения попробовать поисследовать. Исследования показали, что, значит, невозможно объяснить внедрение электрона в ядро атома ни в каком случае, если нет предположить, что кто-то, то есть, что ядро, часть сбрасывает массы на электрон, то есть заставляет его становиться мизоном, и после этого происходит захват этого мизона, ну и сброс нейтрина в окружающее пространство. Дальше возник простой вопрос, а когда свободный нейтрон распадается, то как выполняется закон сохранения энергии или откуда она берется? Потому что для того, чтобы электрону попасть в атомное ядро и далее в протон, вам нужно, в общем-то, сбросить 0,85 МЭФ энергию в виде, значит, нейтрина. Ну, здесь вот показано, энергия 0,8 МЭФ или 0,85, это если использовать теорему Вериала. Встает вопрос о нейтрон, откуда он берет эту энергию для электрона, чтобы сделать его свободным? Ну и модель дальше была мною развита в этом направлении, и, значит, я предположил, что нас окружают такие частицы или молекулы, или атомы, в которых нейтрина и антинейтрина формируют некоторую такую субстанцию. Ну, о чем, в общем-то, тут и говорили Пархомов, и даже еще многие. Тогда все вроде как становится, потому что 15 минут жить квантовой частицей типа нейтрону – это все равно, что жить вечно на этих временах, на этих характерных размерах 10-15 метра. А если он сталкивается с такой вот квази-маленькой молекулой, то у вас нейтрина поглощается, а антинейтрина испускается. Именно с энергией как раз тоже 0,85 мэв. Ну, откуда полтора мэва берется у Андроша, я не понимаю. У него вообще закон сохранения энергии не выполняется. Ну, в ядерных силах и в ядерных реакциях это может происходить за счет модификации атомных ядер, но массы там и так далее. Но в нейтроне, наиболее простом, так сказать, элементе, конечно, закон сохранения энергии должен бы выполняться. Либо мы имеем возможность вечного двигателя, ну, о котором Шипов говорит и так далее, из ничего получать все. Ну, на самом деле, если рассуждать о нейтрина и антинейтрина, то это фактически ничего. Ну, вот я имею как раз энергию полтора мэва в виде такой молекулы предлагаю. Ну, пожалуй, на этом все. Если есть вопросы, я отвечу. А так, в заключение, есть много всяких интересных выводов. И теперь, что происходит с размером? Значит, характерный размер определяется атомами, а их размеры определяются, в общем-то, волнами Дебройля электронов, потому что атомное ядро и протон имеют размеры очень маленькие. Когда электроны все вваливаются в протоны, формируя нейтроны, то размер изменяется в 5 порядков. И это как раз и объясняет переход звезд в квантовые звезды. То есть, это белые карлики, нейтронные звезды, вернее, даже. Потому что у вас нейтроны образуются, это нейтронные звезды. И энергия, которая выделяется при этом, она как раз в 100 больше, чем электрическая энергия, которая бы выделилась в виде, значит, ну, порядка одного мэва. А за счет того, что у вас еще кулоновские силы работают, то получается порядка 100-200 мэв на один протон выделяется энергия при коллапсе таких звезд. Ну, с двумя массами Солнца, там полтора. То есть, на самом деле, работают и электрические поля, и гравитационные. То есть, такой вот симбиоз дает энергию в белых карликах, нейтронных звездах и даже черных дырах. Ну, к чему вашим задачам, так скажем? Вот тот механизм по обмену массами между электроном и атомным ядром можно использовать для, значит, двух атомных ядер и проникновения вот барьеров за счет именно поляризации. То есть, поляризация приводит не только к обмену зарядами, но и массами. Ну, вот что я хотел как бы тут рассказать. Спасибо. Спасибо, Филипп Иванович. Ну, мы тут сегодня не критикуем, хотя вот вы покритиковали Андреша, но я уверяю, что у него закон сохранения энергии выполняется, только нужно вникнуть в то, что он говорит. Ну, это можно статьи его прислать, чтобы почитать. Спасибо Филиппу Ивановичу. Значит, у нас следующим должен был быть Уруцкоев, но он почему-то не пришел, хотя мы с ним согласовывали. Выступает Чистолинов Андрей Владимирович. Андрей, пожалуйста. Да, добрый день. Слышно меня? Да, слышно хорошо. Да. Давайте, вон, ситуацию экрана. Так, сейчас, секундочку. Там две кнопки надо нажать. Поделиться надо нажать, да? Мы видим, да, мы видим уже. Начинаем видеть, да. Так, отлично. Можно не переходить вот в этот режим, потому что в полноэкранный, потому что проблемы могут начаться у зума. Вот продолжайте, Андрей, вот в этой форме. Это нормально будет. Так, хорошо. Десять минут. Десять минут. Прошу придержаться этого регламента. Постараюсь. Ну, я хотел бы… Мой доклад будет посвящен двум явлениям – шаровой молнии и странному излучению. Вот. А начать я его хотел бы вот с такого шутливого слайда. Дело в том, что вот в свое время Капийца, который занимался шаровой молнией и выдвинул свою модель, в частности, шаровой молнией, сказал такую фразу, что шаровая молния – это форточка в другой мир. А вот что он имел в виду, мы на самом деле не знаем, но я попытаюсь вот этот тезис развить сегодня в своем докладе. Вот. А в чем же проблема, связанная с шаровой молнией? Ну, помимо того, что шаровая молния вообще является большой аномалией, есть у нее свойства, которые вот настолько аномальные, которые, в общем-то, вообще трудно сопоставить с каким-то обычным физическим объектом. Ну, например, способность шаровой молнии проходить сквозь стекло без разрушения стекла, способность к объемному нагреву плотности, вещества, и достаточно сложная динамика движения, не свойственная обычным легким объектам. Ну, и вот, в частности, способность вращаться, например, с большой скоростью, что тоже для легких объектов не свойственно. Не буду подробно рассказывать про прохождение шаровой молнии сквозь стекла. Единственное, скажу, что таких случаев достаточно много, это десятки случаев, и их нельзя списать на какие-то аберрации в наблюдениях. Кроме того, известные описанные случаи, которые указывают на объемный характер взаимодействия шаровой молнии с различными материалами, в частности, с древесины, с почвой. Причем объемный нагрев происходит на глубину от нескольких сантиметров, вот как обычно в случае, в данном случае с древесиной, до десятков сантиметров. В данном случае проплавление грунта при контакте с шаровой молнией произошло на глубину 25 сантиметров при практически мгновенном соприкосновении. Ну и вот если говорить как раз о тезисе, с которой я начал, о том, что шаровая молния вполне возможна некая форточка в другой мир, значит, модель, о которой я буду говорить, она как раз основана на том, что шаровая молния – это проявление некой новой неизвестной материи. И оказывается, что эта модель, она очень хорошо объясняет, в частности, все эти аномальные свойства шаровой молнии. Что же это за материя? Ну, эта материя, понятно, что она должна быть стабильна, она должна находиться в конденсированной фазе, должно быть достаточно много в плотном атомарном веществе. Ну, эта материя, очевидно, не описывается стандартной моделью, какие другие частицы. Ну, в своих работах я обычно называл ее связанной материи, но вот есть еще одно хорошее название, которое я буду придерживаться в дальнейшем. Это название квинтэсценция. Происходит она от латинских корней «quinta essentia», что означает «пятая сущность». Понятие о квинтэссенции или о пятом элементе впервые было введено в философию Аристотика и было общеизвестным, общепринятым в Европе вплоть до появления физики Галилея Ньютона. Квинтэссенция являлась центральным понятием алхимии. Одной из основных задач алхимии считалась задачей извлечения квинтэссенции из обычных веществ. Считалось, что квинтэссенция позволяет преобразовывать с одни химические элементы в другие. И в частности, в ходе поиска способов извлечения квинтэссенции из обычных веществ был изобретен процесс дистилляции или перегонки. Но что же из себя представляет шаровая молния с точки зрения этой модели? Понятно, что сама вся шаровая молния это должен быть сильно разогретый сгусток, собственно, сильно разогретый шарик из вот этой вот материи, из квинтэссенции. Температура может доходить до 3000 градусов кельвина и выше. Плотность квинтэссенции, ну, очевидно, много меньше плотности воздуха при нормальных условиях, вот с чем, собственно, связана левитация шарового молния. Квинтэссенция может проходить сквозь воздух и плотное атомарное вещество. Кроме того, мы считаем, что она является базой жидкостью при температурах, типичных для шаровой молнии. А вращение квинтэссенции в связи с этим происходит за счет появления в ее объеме квантовых фихрилых нитей, возможно, микровключение твердой фазы в этой самой квинтэссенции. И вот что важно, теплоемкость ее при нормальных условиях крайне мала, именно в силу квантовой вырожденности. Но с ростом температуры она быстро растет, вот сейчас тефаноны, теплоемкость растет, как Т-3. Ну и при нормальных условиях мы считаем, что эта квинтэссенция заполняет все плотное вещество на поверхности Земли, граница совпадает с границей плотной материи. Но чтобы не быть голословным, вот система уравнений, на самом деле это приближенная, приближенная, конечно, система уравнений, но, значит, она описывает как раз поведение шаровой молнии в воздухе, включая достаточно сложное поведение, способность двигаться относительно воздуха, обходить препятствия, взаимодействовать с другими шаровыми молниями, там делиться, колебания поверхности, способность проходить сквозь отверстия маленького размера и так далее. Вот это все заложено в этой системе уравнений. Значит, первые два уравнения, собственно говоря, уравнение движения вот этой материи, причем здесь среднемассовая скорость используется, то есть это как бы нормальный сверхтекущий компонент движется здесь вместе, а уравнение 3, 4, 5, 6 – это, собственно, уравнение движения воздушной среды в данном приближении. Подчеркнутые члены, члены которых реализуют взаимодействие этих двух средств. Но вот если говорить о вращении шаровой молнии, то здесь должно использоваться другое приближение, вот оно у меня показано на следующем слайде. Это, значит, собственно, приближение основано на том, что мы рассматриваем границу шаровой молнии как фиксированную, саму ее рассматриваем как покоящуюся в обычном веществе и рассматриваем движение вот этой вот сверхтекущей компоненты этой материи. Значит, первые два уравнения, они, собственно говоря, и описывают вращение, ну, вращение и турбулентное течение этой компоненты внутри шаомов. Вот. А вот уравнение 9-10 – это на самом деле ограничение начального условия, которое необходимо для того, чтобы описать, собственно, ее именно как квантовую жидкость. То есть вот все квантовые эффекты, они заложены именно в начальных условиях. Но, естественно, возникает вопрос, все это хорошо, а при чем же здесь странное излучение? Оказывается, дело в общем, что если мы используем такие сильные предположения, как существование какой-то новой материи, то практически неизбежно должно появиться и какое-то новое излучение. Хотя, во всем случае, аналогия этого для обычного вещества, она совершенно очевидна. То есть вот альфа, бета, частицы и нейтроны – это как раз, по сути дела, частицы обычной материи, в которых, собственно, она и состоит. Вот. Соответственно, если есть какая-то новая материя, должны какие-то устойчивые фрагменты этой материи вылетать в каких-то условиях. Ну вот здесь вот типичные следы странного излучения. Хочу обратить внимание, что вот здесь я привожу два типа следов. Это на рентгенских пленках, а те следы, которые на поверхности палладиевого катода и на поверхности застывшего расплава циркония, они совершенно не похожи на вот те следы, которые проводил Пархомов сегодня. То есть вот такие следы – это явно колебания в плоскости поверхности, и вряд ли их можно нарисовать с помощью какой-то катящейся частицы. То есть здесь явно работает какой-то другой механизм. Свойства странного излучения, надеюсь, всем известно хорошо, но если кратко, то основное свойство – то, что это излучение обладает высокой проникающей способностью, то, что оно способно проходить через преграды из плотного вещества, при этом оставляет почему-то следы на поверхности практически тех же и аналогичных материалов. Следы являются периодическими, рисунок следа имеет в общем случае индивидуальный характер, и основной след может сопровождаться также сопутствующим следом, параллельным основным. Ну и согласно данной модели, это, собственно говоря, вот это странное излучение, или дзета-излучение, как мы его называем в данной модели, это вот такие квазичастицы, по сути, устойчивые квантовые вихревые кольца, если это на поверхности этой материи, то квантовые вихревые полукольца могут быть, если это за пределами этой материи, то могут быть капли, вот содержащие такие вот вихревые кольца. Почему дзета-излучение? Ну, потому что традиция существует, называют разные виды излучения буквами греческого алфавита, альфа, бета, гамма-излучение, дельта и даже эпсалон-излучение, они используются в физике. А дзета-это следующая буква в полукольце, поэтому, собственно говоря, вот и она не занята, мы можем ее использовать. Значит, по поводу треков. Треки, согласно этой модели, образуются за счет захвата, включения твердой фазы вот этой же материи, которая, как предполагается, находится на поверхности вещества. Если захват происходит вот таким полукольцом, захват происходит одной частицы, то прочерчивается одиночный трек. Если происходит захват двух частиц, то прочерчивается пара параллельных треков, причем, что очень важно, расстояние между этими треками, оно как раз совпадает с диаметром вот этого полукольца. Таким образом можно понять, собственно говоря, с каким объектом, с каким характерным размером мы имеем дело. Ну и, наконец, вот данная модель, она позволяет, собственно говоря, записать систему уравнений, которая описывает треки вот этого дзета или странного излучения. Значит, причем я хочу обратить внимание, вот первые четыре уравнения, это вот те самые уравнения, которые описывают вращение шировой молнии и, собственно говоря, вот, ну, по сути, дело движения вихрей, вихревых нитей в шировой молнии. И эти же четыре уравнения, они описывают вот это самое дзета-излучение в веществе. Для того, чтобы получить, собственно, из этой системы уравнений треки излучения, надо просто дополнить эту систему уравнений. Вот уравнениями 11 и 12, это уравнение движения твердой частицы или вот этого твердого включения. Ну, и, собственно говоря, эта система и описывает треки, ну, точнее говоря, она описывает движения вот этих твердых включений, которые, собственно, треки и прочерчивают. Ну, и, как следствие, как следствие, она должна описывать треки. Вот такие вот, такого типа треки, ну, на мой взгляд, ни один из них не похож на трек, прочерченный какой-то катящейся частицей, да. Вот такого типа треки, связанные с колебаниями в плоскости поверхности детектора, собственно говоря, и описываются данной моделью. Вот, ну, и с моей точки зрения, они вообще характерны для вот таких структур, которые возникают в физике сплошных сред. Ну, собственно говоря, вот такую модель мы здесь применяем, и это, в общем, естественно, на мой взгляд. Ну, собственно, вот выводы. То есть есть модель, вот эта модель описывает и шаровые молнии, и треки странного излучения. Вот, по сути, записанная система дифференциальных уравнений, которая позволяет все это численно моделировать и качественно, удается объяснить вот подавляющее большинство их свойств, почему треки остаются на твердотильных детекторах на их поверхности, почему распространяются вдоль поверхности, независимо от направления на источник излучения, почему являются строго периодическими, почему колебания происходят в плоскости поверхности детектора, макроскопическое сечение, индивидуальный рисунок, ну и, наконец, почему появляются сдвоенные треки. Сдвоенные треки здесь, в данной модели, совершенно естественный, в общем, объект. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Ну, немножко перебрал, но ничего страшного. Вот, немножко это в два раза, в полтора раза примерно. Спасибо, Андрей Владимирович. Федор Сергеевич, Андрей, выключай свою презентацию, пожалуйста. Да, да, секундочку. Так, сейчас. Красную, красную кнопку наверху, там, надо нажать. Демонстрация экрана. Так, это было уже, сейчас. А, остановить демонстрацию, все. Все, спасибо. Федор Сергеевич Зайцев, пожалуйста. Давай его снимать. Сейчас я попробую запустить. Полноэкранный режим. Ну, если не боишься, что все повиснет, переходи. Ну, у меня PDF есть на всякий случай. Ну, да, вот это, вот это хитро. PDF, это правильно. Да, видим, все видим, да. Ну, вот, видите, сработал. Я напоминаю, что времени, ну, 10, можно 15, наверное, в крайнем случае, если очень все важно, 15. А так вообще в 10 ложится. То есть, очень сжато и так по существу. Пожалуйста. Я постараюсь в 10 ложиться. Еще раз приветствую глубоко уважаемые коллеги. Спасибо, Валерий Николаевич, за приглашение выступить на вашем семинаре. Он уже имеет статус давно международного, поэтому слайды вот подготовил я на английском языке, а доклад будет на русском. Значит, название доклада, там только одно слово исправлено, cold neutrons вместо нейтрона подобное. Я позже объясню, что пока может быть так более адекватно. Авторы здесь выписаны доклады, но и их компетенции, которые важны для данной тематики. Ну, 10 минут по этому содержанию, некоторая предыстория, потом о генерации холодных нейтрон вот в этой установке и перспективы использования. Ну, на слайдах больше информации, чем я буду озвучивать, чтобы уложиться в 10 минут. Ну, может быть, полезно потом для углубленного изучения каких-то вопросов. Значит, было два доклада, развернутых на эту тему. Это доклад на вашем семинаре в июне, а потом доклад, развернутый в Курчатском институте в июле. Среди специалистов, в общем-то, по ядерной физике. И после этого Сергей Михайлович Годин создал более продвинутую версию установки. Вот некоторые результаты новые здесь продемонстрированы, но они пока предварительные. Но если говорить о том эффекте, который используется в ТНЛТ, он был предсказан теоретически на основе анализа экспериментов Никола Тесла с шаровыми молниями. И там принципиально надо знать плотность, значение плотности эфира. Она подтверждена в книге, которая здесь указана, где-то анализом 30 экспериментов. И спорить с этим трудно, тем более еще эффект здесь в этой установке. То есть тезис, который я неоднократно озвучил, предложил теорию, предложи эксперимент по ее проверке, исчерпывающие там или уникальный эксперимент, кто угодно. Ну а суть процесса состоит в резонансной накачке кинетической энергии именно в продольную волну эфира. Ну вот я его назвал циклотронный эфирный резонанс по аналогии с ионным электронным эфирным резонансом. Значит, открыл его, ну точнее, открыл заново после исследований Тесла. Он говорил о резонансах, ну никак не называл. Ну в результате анализа, вот его эксперимент в шаровой молнии с башней отчасти. Значит, он возникает в эфире в типичных магнитных полях на частотах порядка звуковых. Вот электронные, значит, электромагнитные волны на частотах порядка звуковых такой эффект порождают. Ну, порядка 10 килогерц. Легко создавать, ну и накачивается малыми порциями энергии, значит, его эфир. Ну вот здесь впервые представлены некоторые детали об установке, о физических процессах установки ТНТЛ. Значит, этой технологией владеют уже, ну, несколько человек. У нас достаточно много, я бы сказал, ну, в таком личном порядке. И мы вот решили все-таки приоткрыть некоторые детали физики. Используется тлеющий разряд со стоячими стратами. Тлеющий разряд создается в трубке. И вот обычно, значит, страты, они достаточно чувствительны к параметрам разряда. Нам удалось создать технологию, в которой устойчиво при широком диапазоне, значит, изменения параметров удается создать страты. Ну, страты более 150 лет изучаются. Здесь вот я какие-то ссылки написал. Но если суть, значит, физической, что ли, их понимания, то физика говорит, что это волны ионизации идут в разряде. Но утверждается вот прямым текстом, что никакого даже качественного объяснения, страт нет. Вот ссылка здесь приведена. Ну, а если это ионизация, так сказать, то это десятки электрон-вольт, и нечего там ждать никаких ядерных реакций. А в эфирном понимании стоячие страты в разряде – это разряд со стоячей продольной волной в эфире. Вот. А там уже кинетическая энергия, это вот оценки были сделаны. Это больше 10 мФ на миллиметр кубический в районе пучности вот этой стоячей волны и большие электрические поля. Вот с ними уже можно работать, так сказать, какие-то эффекты там ожидать. Ну, значит, физика не отрицает вообще-то существование ядерных процессов в обычных условиях, потому что не отрицает или принимает даже наличие, возможность накачки энергии в резонансе, например, в материю до уровня необходимого для ядерных реакций. Значит, почему холодные нейтроны? Потому что пока вот, по крайней мере, я не видел никаких в этих экспериментах на ТНТ никаких сведений о том, чтобы они как-то существенно себя вели по другому, по сравнению с холодными нейтронами. А эта энергия много меньше 10 электрон-вольт. Значит, тепловые нейтроны – это порядка 300 электрон-вольт. То есть это совсем холодные, значит, объекты. Ну, и очень важно, что такая терминология не отталкивает профессиональных ядерщиков-экспериментаторов, значит, тематики. Когда говорят нейтроноподобные, ну, все, тут начинается вопрос. Значит, предыдущие версии установки ТНЛТ опубликованы, вот брошюры, их можно на сайте взять. Но вот новая установка оказалась пока, значит, по предварительным данным, в несколько раз более эффективной. Ну, здесь я перечислил то, что уже рассказывал, фактически исчерпывающие эффекты, которые наблюдаются при Ленар. Мы их все воспроизводили, естественно, наблюдали, все это в брошюре описано. А вот преимущество, которое ЦЭР дает с квадронной эфирной резонанса, это генерация реакции Ленар при комнатной температуре 20 градусов Цельсия. Значит, энергия, вкладываемая в реакторную зону, не более 10 ватт всего лишь. Значит, начало реакции через несколько минут после включения установки. Эмиссия холодных нейтронов достаточно сильная, значит, 10 в 6-й нейтрон в секунду в 4 пи-стеродиан, ну и так далее. Значит, я хотел тоже, не все здесь буду озвучивать, хотел остановиться на вопросах, на сложностях измерений вот этих эффектов у Ленар. Они очень тонкие, и вообще признание вот общественное, научно-общественное Ленар как раз упирается в использование адекватной техники, значит, измерений. Здесь вот приведены этот список, и как вот он обходится, как мы обходили. Ну, во-первых, только часть холодных нейтронов покидает реакторную зону, потому что у них очень маленькая длина свободного пробега, они сразу захватываются, так сказать, ну и там остается. Более того... Федор, можно если вот все-таки напомни, пожалуйста, совершенно пропустил ты, как установка-то устроена? Устроена пока лишь, я рассказал о том, что это трубка, которой тлеющий разряд создает со стоячими стратами. Пока больше не могу рассказать. То есть стандартный тлеющий разряд со стратами. Это вот типично для тлеющего разряда, там в Википедии есть. Давайте в будущем, если человек говорит «черный ящик», ну и не давать ему слово. Значит, эксперименты дорогие, усилия несколько лет затрачены, помимо всего прочего. Ну тогда зачем говорить-то всем? Анатолий Иванович, о своих экспериментах ты вообще ничего не рассказываешь. Из твоих работ невозможно понять, что ты там делаешь, что меряешь, как. Вот я специально смотрел твою работу. Без дискуссии, Федор. Федор Сергеевич, мы поняли ответ. Когда человек берет 4 девятки, вытаскивает на воздух и утверждает, что у него 4 девятки осталось. Ну это бред полный. Там сразу кислород налетит, все что угодно. А у него 4 девятки в эксперименте. Поэтому не нужно Анатолию Ивановичу прихать. У меня на каждый твой упрек 10 найдется насчет ответов. Пока я расскажу. Можно, Федор Сергеевич, без этих, без дискуссий. Уважаемый подход. Уже хватает информации, если люди занимаются следующим разрядом. Вполне хватает информации, когда говорится, что разряд стратифицирован. И понятно, что это при низких давлениях. 0,1 там, 1 тор. Больше нету. А дальше все известно. При 100 торах тоже страты возникают. Поэтому спасибо, Владимир Львович, за добавление. Все известно. И этого достаточно для того, чтобы начать эксперимент. Тем более, что результат известен уже. Мы его получили и объявили. Но проще, конечно, у нас запросить хотя бы документацию по этой установке, по самой технологии. Там не все так просто. Короче говоря, по поводу измерений, которые касаются всех вообще, кто работает в Леннер, и почему там упреки-то. А вот дальше, значит, холодные, я сказал, нейтроны. Ягерчики говорят, что они в реакторе остаются. Как вы вытащите там? Вот это проблема. Значит, дальше холодные нейтроны захватываются стенками детекторов обычных, потому что они для тепловых нейтронов предназначены. А для холодных надо толщину стенки, значит, 700 миллиметров. Вот это в учебниках написано, всем известно. Значит, как мерить холодные нейтроны обычным нейтронометром, значит, там, допустим, на трубке гелий-3. Мало чего намеришь. Дальше проблема амплитуда сигналов от холодных нейтронов в пропорциональных счетчиках. Она значительно меньше амплитуды сигналов от тепловых нейтронов. Ну и автоматические счетчики предназначены для тепловых нейтронов. Они как черный ящик используются, вот о котором Анатолий Иванович говорит все время. И, значит, выбрасывают этот сигнал как шум. Скорее всего, разобраться невозможно. Здесь выход такой. Нужен ручной счет или использование специальных методов для распознавания полезного сигнала среди шума. Значит, дальше очень низкая интенсивность рентгеновской радиации. Это, в прошуре все описано, как получено. Семь сотов квантов на миллиметр квадратный в секунду. Семь сотов всего лишь. Вот. Это и речь идет о рентгене, который образуется в результате торможения бета-частиц, образующихся вот при раскладе изотопов. Вот. Ну, мы что имеем? Не так много нейтронов рождается. Еще достаточно низкая эффективность вот этой тормозной радиации. И стандартные детекторы, конечно, скорее всего, превоспримут ее как шум и отбросят. То есть, опять нужны специальные детекторы. Ну, здесь спасает применение высокочувствительных рентгеновских пленок. Ну, и опять вот эта проблема интеллектуального анализа данных, которую никто не делает, вот по моим сведениям. Значит, берут стандартные какие-то там черные ящички, счетчики, и считают, значит, что он там даст, то и даст. Здесь вот непригодно. Ну, более того, вот это вот излучение рентгенское, о котором я говорил, оно растянуто во времени в соответствии с периодами полураспада образующихся изотопов. Оно не сразу появляется. И необходимо считать, по крайней мере, несколько периодов полураспада. Вот для изотопов меди, ближайших к природному, надо 20 минут считать. Ну, и так далее. Значит, вот низкая интенсивность образования химических элементов. Вот это оцениваем тоже в книжке, можно, так сказать, это все почитать в брошюре. 10,8 атмос в секунду. При плотности 10,23. 10-9, значит, это нейтронно-акцифляционный анализ дает. Какие другие, на самом деле, в диагностике применяются? Там и по энергетике ничего не проходит, если больше 6,8. То есть, это все проблемы, которые, значит, надо учитывать, и они сдерживают признание лент. Ну, дальше я совсем кратко, потому что время уже, тут не дискуссия, конечно, была, но время подходит к концу. Значит, обоснования такие, длительность, длительная радиоактивность. Вот с чем никто не может спорить, мы брали пластинки из меди, серебра, алюминия, молибдена, природного состава. Активировали их там 20-30 минут в реакторе, потом уносили далеко от реактора и там анализировали. Так вот, наблюдаемая продолжительность их радиоактивности, она соответствует временам полураспада, там, соответствующихся закупок ближайших к естественным. Значит, ну и рождение нейтронов холодных и тепловых наблюдалось, ну и радиации. Вот пример применения пластинок, значит, это метод такой есть, ядерный физик, называется метод активации, детектирование нейтронов, там методом активации. Вот медная пластинка лежала 20-минут на реакторе, затем ее вытаскивали, уносили далеко, и там на ней экспонировали вот эту вот пленочку рентгеновскую, органомикс. Вот сами пластинки слева, ну это в старой установке, в новой версии, и результаты засветки. Значит, в новой засветка оказалась, и меньше времени потребовалось, и засветка оказалась, аж испортила слой чувствительный, коричневый стал при проявлении. Ну и в некоторых случаях наблюдалась даже порча подложки, порча пластиковой подложки. Ну это пока предварительные результаты, значит, новый все много раз еще повторять, проверять. У меня тут, наверное, последний слайд. Значит, перешли мы к трехмерному моделированию течения эфира, значит, в этой установке ТНЛТ. Это вообще такой достаточно вопрос серьезный, и, в общем-то, вызов некоторый, потому что требуется суперкомпьютерного моделирования, динамика, в общем, сплошной среды трехмерная. ТНЛТ-конструкция и трехмерный поток эфира, значит, реализованный вот Комсом Малтифизикс, такой есть пакет мощный. Ну а для чего это делается, всем известно. Самое главное, что соответствие между моделью и экспериментом подтверждает и модель, так сказать, и правильное понимание эксперимента. Ну и вот здесь перечислены некоторые элементы серьезные, которые, так сказать, серьезно расширяют возможности методики проведения эксперимента, значит, анализа результата. Ну вот здесь на картинке представлено некоторое сечение вот этой трубки. Кинетическая, изображена плотность кинетической энергии эфира в этом сечении. И вот эти пики соответствуют стоячей волне, ну, центру стоячей волне страт, ну не стоячей волне, а стоячим стратом, значит, центром стоящих страт. Это время достаточно длинный расчет нескольких часов, вот на такой достаточно мощной вычислительной технике, дорогой, 20 тысяч долларов. Ну и Комсом Малтифизикс тоже больше 60 тысяч долларов. Это все дорогие исследования. Ну и заканчиваю я доклад перспективами использования, о которых надо все время говорить. Вот Антолий Иванович упрекает, что я не все рассказываю. Это колоссальные деньги, измеряющиеся многими сотнями тысяч долларов. Есть люди, которые инвестировали в это дело. Давайте все-таки коммерцию отдельно. Да, здесь государственных денег никаких нет. Давайте все-таки коммерцию отдельно. За личный счет. Не надо меня перебивать, вы выскажетесь потом, значит, Антолий Иванович. Все делалось либо за личный счет, либо за деньги инвесторов. И это ответственность большая. Никаких здесь государственных ресурсов не использовались. А поэтому надо привлекать, конечно, государственные ресурсы, потому что они безграничны. Вот хотя бы помещения, оборудование, там, энергетика и прочее. Значит, и надо все время обращать внимание на перспективы, обдумываться, как привлечь, так сказать, функционеров от науки, там, не просто организаторов. Значит, ну, что касается Ленар, здесь, конечно, надо прорабатывать эти вопросы со специалистами из промышленности. А глобально это более безопасные технологии для здоровья и для окружающей среды. Значит, я на первое место ставлю все-таки пока источник холодных и тепловых нейтронов. Огромный область применения здесь перечисленного, в том числе ядерная медицина. Вот, также это источник тепловой и электрической энергии. Ну, речь идет о небольших достаточно мощностях, которые, конечно, никак не являются конкурентами для больших установок в настоящее время. Это высокотемпературная сверхпроводимость, которую преленно наблюдается, и лабораторное изучение регенерации, значит, месторождений полезных ископаемых. Ну, а что касается перспектив использования циклотронного эфирного резонанса, здесь, конечно, требуются еще исследования дополнительные. Ну, вот уже первое проведено так достаточно серьезно. Это эффективная генерация лены, комнатная температура 10 В, значит, с этим трудно соревноваться. Значит, это эффективное создание химических веществ и удобрений, это хранение энергии, вот, это эффективная передача информации на большие расстояния с использованием продольных волок эфира, которые должны обладать более высокой проникающей способностью. Размягчение материалов для формирования и разрезки за счет резонансной накачки энергии в них. Ослабление гравитации, вот, как-то оно вскользь проходило, но сейчас актуальность возросла. Это компактное и эффективное создание шаровых молний за счет улучшения и даже замены отдельных частей установки Тесла. Ну, вот, напомню, что одна из интерпретаций, имеющая достаточно серьезное основание Тунгусского взрыва, это Тесла, эксперименты Тесла, значит, на резонансной накачки энергии. Спасибо за внимание. Присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом, наступающим всех. И желаю, главное, крепкого здоровья, новых творческих успехов, чтобы все было хорошо. Спасибо. Федор Сергеевич, спасибо. Ну, немножко переубрал, но тут перебивали его. Я коротко скажу, что есть лампа, в которой, значит, разряд идет, про которую он говорить не хочет. Они на нее кладут пластиночку то одного, то другого вещества, потом облучают около этой лампы, потом эту пластиночку уносят в сторону, и она начинает светить, в частности, гамма-излучением, что объяснить никаким образом нельзя. Вот это вот, вот это так, если коротко, в трех, не в 20 минут, а в три слова. Спасибо. Самое главное, что объяснить можно, именно захватом пластиночки нейтронов, холодных, потому что тонкая пластинка, там тепловые даже не захватят, но это объяснение. Ну, можно и другие способы, но это один из способов. Спасибо, спасибо, значит, вот я, собственно, вот это, Федор, хотел. Собственно, как лампа работает, меня это не интересует, но вот разобрались. Спасибо Федору Сергеевичу. Федор, убирай, пожалуйста, свою великолепную презентацию. Вот, молодец, убрал. Так, значит, ну вот осталось из объявленных, остался Зателепин, то есть Ясь. Но я уже просил, вот Кащенко Михаила Петровича, вот если, Михаил Петрович, вам не сложно, вы болели, как я понял, можно даже без этих, как они, без слайдов, а коротко, коротко, подчеркиваю, не на 15 минут, а на 10 минут, коротко что-то сказать вот о ваших великолепных идеях. Вам слово, пожалуйста, Михаил Петрович. Пожалуйста, значит, я приношу, во-первых, всем поздравления, чтобы потом не забыть с наступающим праздником. Извинения за то, что я вот, ну, проболел и там не заметил, так будем говорить, думал, обычное объявление. Вот, а теперь, по сути дела, да, я слайды бы, конечно, приготовил, то есть я извиняюсь, просто был не готов, потому что, ну, понятно. Итак, в двух словах, если о своих, так сказать, идеях, ну, первое, что, это, кстати, перекрещивается с очень-очень многими, практически со всеми докладами. Михаил Петрович, секундочку, я хочу для слушателей сказать, может быть, не все видят, что Михаил Петрович видео не включил по каким-то причинам, но мы будем его слышать, поэтому, ну, вот, меня, наверное, сейчас видите, но будем его слушать, по крайней мере. Я просто не настраивался, поэтому сразу просто хотел послушать, и все. Ну, так, значит, я просто напоминаю, что есть подробная запись, вот еще первой презентации моей книжки, и там я многие вещи подробно излагал. Это первое. Второе, книжку вот некоторые люди прочитали, это мне очень приятно, и мне бы хотелось, я ее писал специально популярно, чтобы, ну, желательно большее число посмотрело. А в двух словах идея предельно проста. Я не обсуждаю ничьи, так сказать, не критикую, не собираюсь обсуждать разные подходы. Я хотел бы просмотреть, включая широкий экспериментальный материал, одну идеологию, а именно идеологию, обобщающую меонный катализм. Суть ее очень проста. Два протона, ну, там неважно, или там диетерий, значит, и третий. В общем, грубо говоря, два протона могут притянуться друг к другу на малые расстояния, если между ними будет находиться массивный отрицательный заряд. Вот меон, я просто напоминаю, в 207 раз масса покоя больше, а отрицательный заряд. Ну, если масса покоя, значит, такова, то, соответственно, если говорить не о какой-то там покоящейся точке, точка тут не получится покоящейся, да, но как минимум орбита вращающаяся, так, но при большой массе радиус орбит этот невелик. И поэтому, если такой массивный, так сказать, объект появится между двумя протонами, ну, неважно, диетерий, третий, то он будет восприниматься почти как точечный, потому что его большая масса обеспечит радиальные функции, ну, или просто радиусы в 200 раз меньше, чем, так сказать, у обычного. Ну, а если появляется отрицательный заряд, то какие проблемы? Против кулона, ну, как говорится, против лома, ну, есть, конечно, тонкие там всякие разговоры, но против лома работает лом, против кулона кулон. То есть, если у вас появился отрицательный заряд, к нему подошли совершенно, так сказать, подтянулись два положительных. Причем этот заряд, как известно, надо, чтобы был одну четвертую от заряда, допустим, положительного ядра. То есть, не очень большой, а вот массу надо большую. Итак, как только они подтянулись на расстояние, когда могут быть обмен уже пионами, стандартный здесь анализ, который когда-то еще предложил Юкало. Все, можно не волноваться по поводу никакого кулоновского, так сказать, потенциала. Вот вся идея. Значит, если мы можем организовать без всяких теперь уже меонов, значит, массивный электрический заряд между двумя ядрами, так, опять же, никаких проблем не будет. Как возникает этот заряд? Возникает он, если мы посмотрим, так сказать, на достижение адронной механики. Ну, меня здесь так потихонечку все время, как говорится, подкалывали, да, вот Валерий Николаевич там и так далее. А почему не магнитное взаимодействие? Почему не спиновое? Ну, я два слова скажу по этому поводу. Я, конечно, знал об этом спиновом и так далее. Значит, вообще говоря, вот это взаимодействие двух магнитных моментов, это предполагается магнитостатика. Ну, вообще говоря, вот строго говоря, магнитное поле не обладает никакой потенциальной энергией, оно не потенциально, да, поэтому и нет там скалярного как бы потенциала, есть векторный там и так далее. Поэтому вот это сугубо приближенная картинка, да, ее используют, она правильная, но, как вы понимаете, чтобы можно было использовать магнитостатик, это предполагается, что создается пуля, да, а вот тут мы как бы работаем в такой области, где, так сказать, обход по замкнутому контуру не захватывает никаких токов, да. Так вот, когда мы рассматриваем такую вот магнитостатику, все формально записали, да, все хорошо там и так далее, но эта штука предполагает точечность, ну, а эта точечность, она, так сказать, влечет за собой кучу всяких проблем. Я сейчас не хочу больше ничего углубляться, то есть, чтобы не задавали мне вопрос, почему же я все-таки не делаю магнитный, ну, делал, делаю и понимаю, что это такое. Ну, вот то, что я считаю реальным, реальным, это достижение адронной механики, так, вот, которую сделал я тут абсолютно никакой не разработчик, и вообще сам узнал с удивлением, что есть такая наука великолепнейшая, надо сказать, и 25 лет она уже существует, так, разработчик ее сантили, живой, так сказать, очень активный, хотя ему там уже 86, наверное, уже лет. Так вот, в ней показано, что два электрона притягиваются друг к другу, преодолевая отталкивание, если их сблизить на расстояние 10-14, 10-15 метра. Электрончики легкие объекты, да, и проникновение обычной квантовой механики дает, что если там 10 электрон вольт, допустим, будет относительная кинетическая энергия, а обращаю ваше внимание, ну, я когда-то в основном анализировал вачаевские эксперименты, да, не буду, опять же, ничего комментировать. Так вот, если достигаются 10 электрон вольт, не случайно и у Анатолия Ивановича, да, вот в плазменных делах, ну, там, так сказать, вот электронные потоки, это очень важно, возникают такие вот пары, причем эти пары должны быть тяжелыми, какими тяжелыми? В десятки и даже до сотни раз более тяжелыми, чем исходные массы. Скажем, два электрона – это один МФ свободный, да, а 50 или там 100 МФ – не вопрос для такой тяжелой пары. На мой взгляд, ну, Сантилли там осторожно, значит, пишет, на мой взгляд, а мне нечего, я спокойно пишу, идет захват энергии из физического вакуума, так, вот. Это, конечно, не тот пустой, ну, условно говоря, пустой вакуум, который в космологии, да, а здесь речь идет о том, что при ядерной реакции вы находитесь как раз вблизи ядер, где все, грубо говоря, так сказать, вакуум поляризован, и энергии, так сказать, этой локальной массы. И эта энергия никуда не улетает, она захватывается, и у нас возрастает вот эта масса. В отличие от излучения гамма-квантов, делокализации, вот всем привычная схема образования, так сказать, ядер с пониженной, с дефектом массы, да, отрицательная энергия связи. Здесь речь идет, ну, вот если с таких позиций, о положительной энергии связи, а реально о том, что у нас возникает объект, просто привязанный к физическому вакууму, да, то есть он, с одной стороны, ведет себя как некая автономная вещь, а с другой стороны, он, значит, является очень тесно с ним связанным, очень тесно связанным. И вот эти пары, да, как только они возникают, больше никаких проблем нет на самом деле, с точнее с Кулоновским барьером. Вот это основная идеология. Ну, а дальше идет синтез. По существу кольца из таких пар, я их назвал как А-активаторы, катализирующие кольца. Внутри этих колец и формируются ионы, да. А вот то странное излучение, это по существу рисуется, вылетает как нейтральный объект, дальше вытряхивается атом, сформировавшийся изнутри, ну, ион точнее. А кольцо расширяется, и возникают те самые наблюдаемые эффекты. Причем оно продолжает вращаться, рисует все вот эти штучки. Если его плоскость параллельно, значит, рисует царапину. Если перпендикулярно детектору, она рисует вот эти дорожки. Все зависит от соотношения скоростей и количества пар на этом кольце. То есть, это все можно описать. Теперь, вот, значит, что я хотел бы, если позволите, я немножечко прокомментировать то, что я слушал. Ну, вот, Анатолий Иванович, я и в тот раз с удовольствием слушал отличные доклады у него, да, то есть, эксперимент мне нравится. Я не хочу здесь сейчас, тем более, что я не экспериментатор, там, вот в такую полемику, как там Федор Сергеевич вступал, значит, я это не собираюсь сделать. Вот, утверждение такое, когда мы... Он правильно поставил вопрос. Вот у нас, как бы, эталонные возникают, там, кислород, кремний, значит, алюминий, ну, углерод, а углерод тут, само собой, как бы, чего возникать, раз он есть в углеводородах. Так вот, я в тот раз сказал мельком, да, в комментарии, а сейчас специально подчеркиваю, значит, и углерод, и кислород, и кремний – это, так сказать, альфа-кластеризованные ядра, их основные изотопы. Вот, и поэтому совершенно, так сказать, они, как бы, вот, структурируют, ну, в области легких ядер, дальше там надо, чтобы число нейтронов превышало протоны. А вот это вот элементы, у которых число протонов равно числу нейтронов. И поэтому, если у вас есть углерод, да, пожалуйста, так сказать, углерод плюс углерод вам выдает магний, опять же, прошу прощения, кашель еще не прошел, выдает магний, вот, а, как говорится, два магния вам, вам может уже, так сказать, родить три кислорода. Как только появился кислород, все, немедленно кислород плюс углерод кремний, да, а есть водород у вас еще в углеводородах, и вот те разговоры про нейтроноподобные, то есть, ну, я это называю квазинейтронами, у вас немедленно возникнет алюминий, поскольку при взаимодействии, так сказать, основного изотопа протея, так сказать, протона с основным изотопом кремния возникает алюминий, естественно. То есть, вот эта вот триада, когда только есть затравочное альфа-кластеризованное ядро, в данном случае углерод, вообще никаких проблем. В обязательном порядке. Более того, вот этот правильно, опять же, поставлен Анатолий Ивановичем вопрос, да, а вот в природе-то, как у нас возникает соотношение изотопов, оно вот таким образом и возникает. Надо просто достаточно долго, ну, и вот как модель, это может быть установка Вачаева. Почему? Вот если она бы долго, у меня нет просто такой информации, надо восстановить. Если она долго поработает, как мне кажется, поскольку там основным структурным элементом, ну, в воде является кислород, массивным, да, а водород, он как раз вот дает вот эту квази-нейтронную компоненту, которая позволяет, так будем говорить, разнообразить изотопный состав. Так вот, как только вот эта вот вода с электронными потоками в магме, там, я не знаю где, значит, при молниях и так далее, и так далее, накопились, как говорится, вот эти дела, у вас и возникнет, я обращаю внимание, что продукты вот этого первоначального синтеза, ну, а первоначальный кислород плюс кислород дает, допустим, либо серу, либо с большей вероятностью кремний плюс, так сказать, гелий, вот и все, а кремний плюс кремний плюс углерод даст железо, а железо плюс железо даст олова, а из олова можно синтезировать все элементы, включая тяжелые, я имею, ну, я в книжке там перечислил, но это специфические условия, захват нескольких должен быть идти пар, Михаил Петрович, я заканчиваю, 12 минут говорите, пожалуйста, я завершаю очень быстро, ну, просто поставил интересный вопрос, правильно, Анатолий Иванович, то есть, мое утверждение, ответ о появлении эталонных триад, он совершенно понятен, так, можно установить, если восстановим, ну, восстановим, конечно, общими усилиями установку Вачаева, если она долго поработает, то там будут все время приближаться по мере работы вот появляющиеся элементы вместе со своими изотопами к природному содержанию, то есть, я, грубо говоря, намекаю, что из воды все могло возникнуть, причем так, как оно наблюдается в природе, но это надо проверять, конечно, Ну, и теперь вот немножко по Ковачу, буквально одно слово, вот эти вот разговоры о том, что полтора мэва, у вас просто, это опять никакое не мое, но вот здесь звучали уже, правильно говорили, что, значит, нейтрон, это именно взгляд адронной механики, а прямо основываясь на выводах, так сказать, Резерфорда, что это сильно спрессованный, как бы, ну, еще из астрофизики, тут тоже уже говорили, понятно, сильно спрессованный водород, то есть, по существу, это специфически связанное состояние электрона, ну, в адронной механике их называют из-за специфики, из-за электроны, так, с протонами, а вот этот вылет, это у вас вылетел электрон, вместе с зацепившийся электрон-позитронной парой, и правильно, они вылетели у вас трои, это пара электрон-позитронная, вот она санигилировала, ну, как бы, с маленьким запаздыванием, и у вас вылетел гамма-кванты, вылетели, вот такая картинка, ну, и то, что касается последней, вот, Федор Сергеевич тут, толковал, это правильная идея, по поводу продольных электромагнитных волн, ничего не противоречит им в электродинамике Максвелла, ее просто упростили, выкинули, а они там могут находиться, и причем, именно, так сказать, в вакууме они должны возбуждаться, но, по-моему, первым это, я не читал, вы, наверное, где-то ссылались, по-моему, Новоселов, фамилия в этом, я могу ошибаться с фамилией, в Томске, еще в 1978 году, вот эту идеологию об обязательном учете продольных волн, ну, не только там про вакуум речь, а и масса парадоксов снимается в наблюдаемых эффектах, да, вот он ее отстаивал, и у него... Михаил Петрович, давайте сворачиваться, это обзор литературы мировой, мы тут... Все, все, мы про вас, мы хотели про вас послушать, а про меня вот я сказал... Все, 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 мы поняли вас, спасибо. Давайте, я вам просто только, что первым Тесла говорил о том, что он использовал продольные волны эфира. А, да, да, ну, согласен. Но его уже никто не слышал после экспериментов Герц. Да, 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 ну, согласен. Я не вникал там уже очень. Давайте, друзья, дискуссия, спасибо, значит, вот это вот очень важно, тем не менее, вот со временем у нас так. Спасибо Михаилу Петровичу, он неожиданно возник у нас, и без славы, и без слайдов, к сожалению. Друзья, ну и последнее, значит, вот выступление, это Зателепина, я сейчас попробую свою презентацию включить. Вот, я сейчас спрашиваю кого-нибудь, видна моя презентация? Видна. Видна, хорошо, здорово. Вот, тогда я, значит, вот начинаю. Ну, я попробую в 10 минут уложиться. Значит, я докладывал уже это, 30 ноября, ну и попробую еще раз напомнить, немножко название поменял, я его назвал, чтобы, ну, как-то, я вижу, что очень, очень тяжело чужие идеи проникают. Вот одна из причин организации нашего сегодняшнего вебинара, повторение, мать учения, ну вот я коротко повторю, что же я докладывал 30 числа, назвал это поглощение рентгеновского излучения в окрестности электрического разряда, баранов-зателепин. Значит, вот, я буду в таком режиме, потому что иначе я тут управляющий, и когда я на большой экран вообще ничего не вижу, поэтому извините, вот так именно. Значит, к этим экспериментам, которые вот мы докладывали 30 ноября, подвела, ну, в основном, скажем, вот наблюдение за странным поведением фоновых спектров в различных лабораториях. Вот, когда мы входим в какую-то лабораторию, вот тут у нас данные сейчас вот по трем лабораториям, вообще-то их у нас по пяти лабораториям мы просуммировали, то видно, что очень сильно все вроде бы одинаково совершенно должно быть. Вот мы привыкли, там фоновое излучение радиационное, это примерно там 12, там 14, может быть 10, 14 микрорентген в час. Вот спектральный состав, вот мы тут умеем его мерить, здесь вот мы видим, как он, в частности, от энергии, фоновый вот этот вот сигнал, радиационный, естественный, подчеркиваю, естественный, но в разных лабораториях амплитуды разные, очень сильно разные. Более того, вот смотрите, вот зеленое, это, я называю это чистое помещение, это в моем загородном, значит, вот на даче, это в Дмитровском районе, синее, это лаборатория Инлис, вот у нас в Марьиной роще, откуда вот я сейчас, собственно, веду вебинар этот, вот Сиренево, это лаборатория Климова, и красный, это лаборатория Степанова. Вот видно, что проводятся Леннер-эксперименты, и амплитуда вот этих сигналов меньше, чем в естественных условиях, чистых, где-то там, по сути дела, в деревне, так, то есть мы все ждем каких-то излучений, а на самом деле излучения поглощаются, наоборот, они излучаются, вот что получается на самом деле, вот это было толчком, фоновое излучение уменьшается, значит, вот так устроен экспериментальный стенд, вот если быстро, вот такая пластивлазовая коробка, такая прямоугольная, квадратная, по сути дела, внутри расположен источник америции 241, а снаружи расположен вот шестой, это феу и вот на конце кристалл натрий йод, который воспринимает излучение поступающего из америции, америция излучает в двух линиях, это 26 кэф и 59,6 кэф, вот, ну и вот тут еще разные, сейчас не буду занимением времени, довольно важно то, что мы кроме разряда, вот разряд это 3, включим в какой-то момент еще вот здесь вот этот улажнитель обычный бытовой, и по трубке мы подадим сюда водовозвучную смесь в эту в эту коробку и будем продувать через разряд. Но это не принципиально, потому что воды полно в атмосфере и так, вот, и если просто без этого, как мы называем это паром, хотя это не пар, а водовоздушная такая мелкодисперсная смесь гетерогенная, вот если мы зажигаем разряд просто в воздухе, эффекты будут совершенно одинаковые, а в чем же они состоят эти эффекты, вот на следующем слайде. Значит, смотрите, вот когда мы берем этот самый источник Америции 241 и просто смотрим, какой сигнал возникает на датчике, вот еще раз посмотрите, вот здесь источник, а вот здесь датчик, разряд в стороне и вот этот пар в стороне, и вообще и пар не включаем, и разряд не включаем, вот в самом начале, и смотрим, что же получится? Получится черная кривая, вот она такая, как только мы включили пар, вот все понизилось, вот Америцей светит, вот вроде все так же, однако, вот так кривая красная, она красная выглядит, похожая кривая тоже есть, вот 59, тоже есть 26, но она пониже, если мы включим разряд, то зеленая кривая еще ниже, а если мы включим и пары разряд, то синяя кривая еще ниже, таким образом, основной результат вот нашего, вот этого эксперимента, еще раз подчеркиваю, смотрите, есть источник Америцей, есть, значит, вот датчик, это натрий-йод плюс фео, который потом на компьютер как-то все посылает, вот, и измерение рентгеновского фотона, который из радиоактивного вещества, называемого Америцей, актинид, Америцей, он посылает рентгеновские фотоны во все стороны, в том числе и по направлению к датчику вот этому натрий-йодовому, оказалось, что в зависимости от того, рядом, не между, а рядом в стороне, в расстоянии 15 см, если мы включаем разряд, то все понижается, вот основной вывод, таким образом, мы можно, основной результат, таким образом, мы можно, я сейчас вот коротко делаю вывод, в докладе более подробно я рассказывал, естественный вывод, реакторы создают неизвестное вещество, которое поглощает и рассеивает рентгеновское излучение, повторяю, это вещество само не излучает в этой области, речь идет, я подчеркиваю, посмотрите, от 10 до 100 килоэлектронвольт, я знаю, что оно излучает в районе 5 мф, но мы говорим сейчас вот от 10 до 100 кф, вот в этом диапазоне, и оно там не излучает, оно там поглощает, вот так получается, и еще один такой вывод, очень важный, сложно добиться повторяемости эксперимента, так как мы не умеем контролировать концентрацию неизвестного вещества, вот этого, которое генерируется, мы все время ждем, что мы сейчас проведем следующий эксперимент через 2 минуты, через 5 минут, и у нас должен получиться тот же самый ответ, вот, это неверно, потому что никогда такой повторяемости у нас не будет, вот именно из вот этого обстоятельства, что генерируется неизвестное вещество, значит, вот следующий слайд, про это неизвестное вещество мы можем сказать следующее, что оно имеет явно малый размер, потому что оно проникает легко через обычное вещество, у которого размер 10 минус 10, типичный размер, поэтому мы думаем, что это примерно 10 минус 13 метра, это вещество должно обладать электронейтральностью, опять же, из-за проницаемости, и мы знаем, что оно должно обладать магнитным моментом, сейчас не могу входить в детали, но именно настаиваем на этом, поэтому термин нейтроноподобное вещество не годится, так как нейтрон имеет очень маленький магнитный момент, это ядерный магнитон, а это вещество имеет приличный магнитный момент, мы выдвигаем некоторое вещество, не в этих докладах, но люди в основном уже знают, темный водород, который имеет все эти необходимые свойства, вот вещество, о котором так долго, 15 минут, говорил Кащенко Михаил Петрович, вот это темный водород, значит, вот как он получается, он немножко неправ, но направление его мыслей в общем-то правильное, но это моя точка зрения, значит, вот эти эксперименты, о которых я сейчас говорю, они нас подвигают к методике обнаружения вот этого неизвестного вещества, который мы считаем, на самом деле является темный водород. Нейтроноподобный, подчеркиваю, негодный термин, потому что нужно, чтобы магнитный момент был у этого вещества, это принципиально, значит, вот так вот, плотность этого ро, этого неизвестного вещества, она равняется некоторой константе умножить на дельта n, где дельта n изменение активности источника, вот мы его откалибровали где-то, а потом сюда занесли, и он вдруг почему-то показывает другую величину, от источника, который там небольшой источник внутри в этот датчик нужно положить, вот если изменилось, то значит у вас здесь какое-то вещество, которое поглощает похожий принцип, похожий на пожарный датчик, который работает на принципе ослабления потока, есть такие датчики, где как только дым пошел, то свет там хуже проходит, и в результате значит, вот датчик срабатывает пожарный, здесь у нас вот мы такой прибор видимо будем разрабатывать, вот для условий, которые в наших лабораториях получается, мы оценивали, сейчас не могу входить в детали, примерно на одна десятая грамма на сантиметр кубический плотность этого вещества, это ну вот этого самого темного водорода, друзья, я закончил, вот, я попытался очень быстро, я даже меньше десяти минут на эту презентацию потратил, итак, у нас тут начали руки поднимать, то, пожалуйста, можно немножко нам подискутировать, хотя мы уже два с половиной часа, я, кстати, хочу сказать, что у нас сегодня явка прекрасная, у нас было пятьдесят, там, пять человек в максимуме, сейчас сорок восемь, давайте немножко подискутируем, вот, Геннадий Тарасенко, он давно поднял руку, Геннадий, если очень, только все очень быстро, пожалуйста, не нужно затевать длительные рассуждения, Геннадий, пожалуйста, ты там где-то бродишь, ты будешь говорить или нет, Геннадий? Пусть включит микрофон, он не включил, Геннадий, включи микрофон, ты руку поднял, ты будешь говорить, говори давай, да, да, я выключил, что ли? Ну, неважно, пожалуйста, мы тебя слушаем. Нормально, слышно? Да, слышно. Я здесь целую речь заготовил, пока вы разговаривали. Нет, целую речь не надо, коротко и по существу, по докладам, которые сегодня были. А рассказывать про геологию не нужно сегодня, пожалуйста. Мечтает побывать в пожарной части. Мне Зайца очень понравился, молодец, Зайца. Только я не пойму, я вас раньше не видел, ни на конференциях, нигде не видел. Я очень доволен, молодец. Геннадий, по существу, пожалуйста, без этих самых. Кто был? Раньше, кто был? В 2006 году я приехал на второвые молодые на нашу российскую конференцию, там посмотрел, кто был. Кто там? Михаил Гулин. Геннадий, убери звук радио, что ты как Наполеон, и то, и другое. Геннадий, я вас выключил, пожалуйста, по существу докладов без этих самых. у нас со временем не очень. Я подготовься чуть-чуть получше, я сейчас дам слово следующему, и к вам вернемся в конце. Пожалуйста, по существу докладов, без рассуждений относительно того, где кого мы когда встречали, на каких конференциях. Следующий, пожалуйста, Косарев, пожалуйста, вам слово. Геннадий Сергеевич, спасибо за исключительно важную информацию о получении холодных нейтронов в вашей установке. У меня просьба, можно ли у вас получить ссылки на ваши статьи, где этот вопрос прописан, чтобы я мог на вас ссылаться? Я посмотрю, пришлите, пожалуйста, адрес электронной почты своей. Спасибо. Спасибо. Я тоже вашу работу читал, мне понравились там про холодные нейтроны, все можно объяснить. 90% всех эффектов. Спасибо. Так, ну, значит, это был, ох, извиняюсь, это был, по сути дела, не выступление, а вопрос. Тогда, Федор Сергеевич, твое выступление. Да, Валерий Николаевич, вот очень интересные у вас результаты. Мы, по большому счету, иногда наблюдали аналогичное уменьшение, в общем-то, излучения, ожидали увеличения. Но здесь вот я хочу обратить внимание и задать вопрос потом на проблемы измерения черными ящиками, когда счетчик черный ящик. Дело в том, что он неизбежно фильтрует шум, потому что там усиление колоссальное идет, просто, ну, невозможно. Там и тепловые шумы, и помехи электромагнитные. А производители закрывают, не рассказывают, вот, Антолий Иванович, пустим вопрос задать, почему они не рассказывают, как черный ящик, значит, устроят. Потому что это технология коммерческого наукава. Так вот я хочу спросить, вы в своих экспериментах смотрели сигнал непосредственно от датчика, там, не знаю, сцинцилляторный, наверное, у вас было, или гелий-3, трубка, непосредственно на осциллографе, минуя вот этот автоматический счетчик, который просто может при каких-то условиях начать резать полезный сигнал, в результате, значит, общий уменьшается, ну, и результат такой. мы просто вот с Сергеем Михайловичем наблюдали такой эффект на РСУ-01, вот там в разных режимах, ну, и вот я лично пришел к выводу о том, что там, допустим, в каком-то режиме отсекаются сигналы малых энергий. Вопрос понятен, значит, сейчас отвечу на него. Ты, наверное, не слушал меня 30-го вот этого, 30-го ноября я был, в записи есть, можешь посмотреть, я рассылал. Значит, во-первых, я всю эту тему, о которой ты сейчас говоришь, ведь ты, вот твоя квалификация в этом вопросе, ты извини, не обижайся, она основана, в первую очередь, на общении с Годиным. Так вот, я с Годиным эту тему, о которой ты сейчас говоришь, подробно, подробно обсуждал. Это первое. Второе. Он, по-моему, тут у нас присутствует. Второе. Годин повторял эти эксперименты у себя после этого нашего, значит, вот доклада. Это второе. Третье. Мы не просто смотрели на осциллографию, а мы часто это делаем, но посчитать, вот эта наивная, значит, мечта о том, что можно посчитать сотни тысяч за 200 секунд этих самых сигналов, которые идут от источника, это, конечно, ну, это невозможно просто. Но формы некоторые, можно посмотреть, отдельных сигналов, и мы это делаем. Четвертое. В докладе, подробно, я сейчас просто не смог этого, значит, из-за времени, в докладе рассказывается 30-го, которое я делал в ноябре, рассказывается еще об одном методе, который мы использовали. Это метод, вот тут все время у кого-то тут почему-то включаются эти самые, друзья, следите, пожалуйста, за микрофонами. Так вот, еще один метод, который, еще один метод, который мы использовали вот в наших этих экспериментах. Гулин, я сейчас просто вас выброшу, если вы будете постоянно включать звук, значит, потому что, ну, невозможно общаться, у вас что-то постоянно включается, и мы слышим ваши там какие-то домашние разговоры. Так вот, еще один метод, мы использовали дозиметр, не спектрограф, а дозиметр, который вообще не имеет никакой электроники, ничего не считает, в смысле, там, на электронных каких-то черных ящиках, так как ты, в общем-то, правильно об этом говоришь, а это дозиметр, который, как только импульс возник, он сразу запоминается в виде химического превращения некоторого элемента, а именно литий, солей лития, и потом при нагреве этот химический элемент начинает испускать фотофотоны, эти оптические фотоны, которые фото там методами можно уловить, то есть потом, через там, через какое-то время, когда мы ушли совершенно в другое место, это лаборатория Райдекса, совершенно в другом месте Москвы, и этот эксперимент подтвердил то, что в лабораториях, в которых, значит, вот мы работаем, там вот эти и фоновые сигналы меньше, мы это и на этих приборах, этих дозиметрах измеряли, и около источника Америцы то же самое, дозиметры показывают меньше, поэтому эти электронные данные можно им доверять, вот такой ответ. Валерий Николаевич, только одна фраза, сейчас я с коллегами работаю над тем, чтобы распознавать полезный сигнал вот в этих разных диагностях на фоне сильного шума, ну, потому что там геометрия, полуги разные, ну, формы, вот, может быть, будет полезно и к вашему применить, чтобы считать сотни тысяч и больше там автоматически, значит, не обрезая просто вот этот сигнал слабый, а выделять. Это, это, это с удовольствием, я, я согласен, ведь, ну, я знаю, ты на самом деле не физик, ты математик, так, если вот по большому счету, вернее, матфизик, потому что никого надеяться нельзя, когда дело идет экспериментов, проверки теорий, значит, надо самому участвовать. Ну, да, это верно, но ты матфизик, вот я, и поэтому твой вклад сюда может быть значительный, я согласен, потому что действительно, вот эти вот, спектральные анализаторы, там зашита программа, которая по форме сигнала, который приходит, по какому-то алгоритму что-то выбрасывает, а что-то оставляет и заносит в копилку положительного сигнала, вот, и улучшение качества вот этих программ и их контроль над этим программой, безусловно, необходим, поэтому пятью руками за. Я ответил, Федор, еще что-то хочешь сказать? Да, спасибо, нет, нет, все, ну, вопросов, конечно, много, но это лучше в частном порядке, при встрече, когда я... Спасибо, спасибо, Федору Сергеевичу. Анатолий Иванович, пожалуйста. Мой вопрос относится к Филиппу Васикайлову, если он еще здесь. Филипп, ты здесь, нет? Отверь. Да здесь пока еще. Слушай, ну, ты там, конечно, значит, это самое, коротко все, значит, все-таки, вот, твоя гипотеза о том, что вот у тебя, значит, возникает некое связанное соединение нейтрино-антинейтринной, так сказать, ну, по сути дела, связкой, если хочешь там, так сказать, все-таки, какие силы удерживают нейтрино друг с другом в этой связке? Ну, а какие силы удерживают молекулы, атомы? Там сила Лоренца известна, кулон плюс, так сказать, это самый магнитный момент. Ну, на самом деле, ну, нейтрино тоже непонятно пока, что это такое, частицы или электромагнитные волны, но я тебе скажу, знаешь, вот есть такое понятие, как бициклон, ну, или вот вы тут говорили про то, что электроны при определенном расстоянии друг друга удерживают, ну, это известная же так называемая куперовская пара, она удерживается вроде бы. Ну, это как раз электрические силы за счет, вот, ну, понятно, колебания решетки, это все понятно. Да какие тут электрические силы, что ты тут рассказываешь? Ну, колебания решетки. Это гиперболический аналог магнитного поля там работает, гиперболический аналог, электромагнитный поля. Ну, Давайте так, куперовские пары, если это, так сказать, в обычном твердом теле, то это и известно, через фаноны. Значит, но, значит, действительно, могут работать магнитные силы. Я просто тебе что хочу сказать, что вот есть, так сказать, тропические циклоны. На самом деле, циклон не может, как блин, подняться вверх. Его режет антициклон. То есть, что-то идет вверх, а что-то идет вниз. Они закручиваются друг, относительно друга, и дальше генерят дополнительное вращение. Здесь обычная газодинамика, градиенты... Коля, ты меня слушай, ты мне вопрос задал, или сам бубнеть будешь? Ну, сил-то нету, сил никаких нету у нейтрина. А какие силы у циклона и антициклона? Газодинамические, градиенты давления. Правильно. А те же самые силы есть электромагнитные и у нейтрина, и антинейтрина. Скорее всего, они в противоположные стороны вращаются, и возникает стабильная структура. Ничего в этом плохого нету. Я не вижу. Ну, ладно, Вашилик. Так, мы вопросим. Энергия берется у нейтрона. Какого хрена он распадается на электрон и, так сказать, протон, да плюс еще антициклона, антинейтрина излучает? Откуда взялось и энергия антинейтрина? Тоже немаленькая. 0,8 МЭФ. У тебя что, вечный двигатель, ты хочешь сказать, работает? У тебя одно с другим ты не связываешь. Тебе простой вопрос сказали. Что связаны нейтрином и антинейтрина? А я тебе и сказал, ответил просто, что у тебя циклон с антициклоном дает пару. Ну, я услышал ответ. Все. Ответ получен. Давай закончим. Филипп, Филипп, ответ получен. Спасибо. Как вы представляете, мы поняли. Сейчас я могу тоже, Анатолий, когда у него зеленый цвет у разряда, то, скорее всего, это кислород дает такой цвет. Такие сужения разряда мы видели лет 20, а то и 30 назад просто в газоразрядной плазме. Сначала горит однородный разряд, а потом, значит, он переходит в узкую трубку, которая от катода до анода, там, чуть ли не метры тоже так же в трубках. Когда я задавал вопрос, а что это такое, экспериментатором, мне отвечали из трех букв ответ. Филипп, спектры... Так что, на самом деле, мы видели такие разряды. Значит, спектры полученные однозначно показаны, что это не кислород, а С2. Ну, это зеленый цвет тебе дает С2? Да. Это что за длина волны? Зеленый... Ну, это где-нибудь 500 там, 500 нанометров. Ну, друзья, давайте мы не будем здесь... Давайте мы позитивно... Давайте мы позитивно... Зеленый цвет, откройте, почти в каждом атоме зеленый цвет есть. Посмотрите спектры... Значит, поэтому говорить о том, что это какой-то один, я тоже вот удивляюсь. Там любой, возьмите, там все цвета радуги, фактически. Да, это верно, это верно. Друзья, друзья, пожалуйста, пожалуйста, слушаем меня. Значит, был вопрос, был ответ. Давайте вот на этом остановимся. Единственное, вот в этом взаимодействии, я единственное хочу сказать вот Филиппу. Филипп, вот эти вот такие словечки, ну, также стандартные, типа, куперовская пара. Куперовская пара, это расстояние примерно в 10 тысяч раз больше, чем то, о которых мы говорим для образования электрон-электронной пары. В 10 тысяч раз больше расстояния. Вот. И куперовская пара образуется за счет взаимодействия в решетке, в первую очередь, в первую очередь, Кулоновская, а здесь магнитная. Это совершенно разные вещи. Поэтому, ну, не надо, это не надо спутывать. Спасибо. Значит, Николай Магнитский задает свой комментарий какой-то. Николай, пожалуйста. Спасибо. Я бы не хотел, хотел бы небольшой комментарий дать по поводу блестящего доклада Климова Анатолия Ивановича, потому что он, с моей точки зрения, полностью коррелирует с той теорией сжимаемого осцилляющего эфира, который у меня в книге есть. Потому что есть у меня там глава, посвященная, структуре атомного ядра. То есть, там построены атомные ядра для всех элементов, включая многие изотопы. Там вот показано, что самое простейшее образование, это именно четные ядра. То есть, те, у которых, соответственно, состоят они из альфа-частит, о чем, кстати, уже Михаил Петрович Кащенко говорил, немножко меня опередил. То есть, а это ядра как раз углерод, кислород, магний, кремний, сера, кальций и так далее. То есть, абсолютно все то, что Анатолий Иванович получает в своих экспериментах. Но единственное, что вот тут надо добавить, что, опять же, из теории следует, что самый простейшим из этих четно-четных ядер является углерод, где три альфа-частицы соединены. И он находится, его характеристики, вот тоже из теории эфира следует, что его характеристики чуть-чуть находятся над зоной альфа-распада. То есть, поэтому из этого следует, что совсем немного нужно приложить энергии, чтобы ядро углерода распалось на три альфа-частицы. Вот я думаю, что это все и происходит в этих экспериментах, которые блестяще Анатолий Иванович подтвердил. Углерод нужен для того, чтобы распалось, чтобы получить отдельные альфа-частицы, а потом они собираются, опять же там в простейшем случае конечное число, целое число альфа-частицы. Это как раз те самые элементы, которые Анатолий Иванович получал. Вот блестящая вещь, и я подтверждаю, что это по сейдности и теоретически, и практически так. И так, наверное, по сейдности в природе происходит. Вот. Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Я могу добавить, что идея использования альфа-частиц как такого кирпичика ядерных, ядерных организаций ядерного вещества, это ее вынашивал много лет и докладывал у нас на конференциях некий Филипп Хат из Франции, и Филипп Ат, они Х первые не произносят, Филипп Ат, и можно взять старые книжки и там почитать. Поэтому в этом смысле Николай Магнитский подтверждает это справедливое направление, но это не единственные методы построения ядер новых. Одно из важнейших может быть самых активных направлений строения ядер. Николаю, спасибо. И Пакулин, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос. У меня вопрос к Филиппу Ивановичу. Филипп Иванович, вы не упомянули о том, что Деброй в 1934 году предложил нейтринную теорию света. Так что фотон устроен из двух нейтрина или двух антинейтрина. Может быть тогда легче было бы приступить к объяснениям путем распада допустим фотона вблизи ядер. Ну, это предложение такое. Ну, может быть Филипп Иванович сейчас не надо отвечать или нельзя. Филипп, ну, если коротко, пожалуйста. Значит, ну, почему пара из нейтрина и антинейтрина и почему это квазикуперовская? Там имелось в виду, что импульсы противоположны скорости или что там дальше спины противоположны и так далее. То есть, если оно антинейтрина, то как раз то, о чем я и говорю. И такие пары, я объяснил, возникают не только в, так сказать, обычной механике электронов и, ну, двух электронов. А они возникают и в циклонах тропических и возникают даже в точках либрации между белыми карликами и обычными звездами, которые они пожирают в точках либрации. Там винт-винт ввинчивается. А когда вы говорите, что на Дебройля ссылаясь, ну, да, видно, он думал об этом тоже, но еще встает такой вопрос, ведь часто происходит смена нейтрина на антинейтрина, то есть тоже какие-то об этом разговоры ведутся. Но, скорее всего, вот такие молекулы существуют и действительно освобождается то нейтрина, то антинейтрина. И единственное, что я пытался понять в нейтроне, почему свободный нейтрон распадается, ведь на самом деле, когда вы вталкиваете электрон в протон, то потенциальная энергия, это его выделяется половина и сбрасывается по теореме Вериала. Одна вторая обязательно должна сброситься. Это Фок показал еще в квантах, это тоже работает, как и в обычной гравитации. Ну, в частности, для атома мы это видим, то есть 13,6 61 электрон вольт сбрасывается в виде электромагнитного излучения, ну, в виде каскада там, либо сразу сбрасывается эта энергия. Поэтому нет никаких особых запретов на то, что половина потенциальной энергии электрона при его проникновении в протон будет сброшена. Как это осуществляется в атомном ядре? Ну, за счет сброса массы к электрону, то есть опять возникает бициклоническая или квазикуперовская пара, то есть часть винта идет и подает массу электрону за счет поляризационных сил, по-видимому, это происходит. А электрон при этом поглощается и выделяется нейтрино. Тогда, чтобы нейтрон, так сказать, энергия сохранилась, ну, МС-квадрат и так далее, чтобы массу учесть электрона, вам нужно порядка 0,8 МЭФ энергию закачать в нейтрон. Как вы ее закачиваете? Либо у вас вечный двигатель, либо вот эта модель, которую я предложил. Я не вижу здесь никаких противоречий. Вот как Росковыч говорит, что 1,5 МЭВа выделяется. Откуда у него 1,5 МЭВа выделяется при распаде нейтрона, когда туда энергию вбивать надо? Филипп Иванович, вы, конечно, шутите, когда говорите, что нейтрино может превратиться в антинейтрино. Я не говорю, что нейтрино может, я говорю, что есть эксперименты, которые говорят о том, что они видят поток нейтрино, а потом видят поток антинейтрино. И как раз вот эта модель моя и может это объяснить. То есть у вас идут реакции между вот этими молекулами. Но когда вы говорите, что электрон втискивается в протон, Это, конечно, шутка, потому что протон имеет совершенно завершенный вид, понимаете, и их нельзя. Это не я говорю, это говорит атомная физика с 1937 года, когда впервые на алюминии получили захват, Е-захват так называемый. Просто почитайте литературу по Е-захвату, и вы поймете, что происходит в атоме или в атомном ядре. Захват электрона протоном и формирование нейтрона, и весь каскад энергетический наблюдается в тех или иных... Спасибо, Филипп Иванович. Если вы этого не знаете, ну хихикайте дальше. Филипп, Филипп, вот я хочу сказать, Филипп Иванович, вот я хочу сказать, что я так вот заметил, что вы немножко так высока на некоторых наших участников посматриваете. Мне надо хихикать. Я хочу сказать, что вот Пакулин, он тоже физтех, он из Петербурга, но он тоже физтех, то есть он с нами одинаковый уровень образования и почитывал много книжек, и он задал-то вопрос вполне конкретный, на него ответа не возникло. Он задал вопрос относительно идеи Дебройля и относительно Фатона. Ну а что, Дебройль фактически говорит, что они не могут объяснить данный процесс. Это я ему объяснил, он, наверное, понял. Ну да, это верно. А вот если нейтрина и антинейтрина, то объясняются все проблемы, которые возникают. Содержатся в этих, так сказать, молекулах или как их там называть? Нейтрина и антинейтрина. Спасибо, Филипп Иванович. Ваше мнение мне совершенно понятно. Благодарю. Да, спасибо и вам. Хороший вопрос, фундаментальный. Я не в том плане, но все-таки надо как-то нам друг друга действительно уважать, а не… Филипп Иванович, я вас уважаю. Он не хихихал, он не хихихал. Хорошо, не извините меня, если я ничего не понимаю. Это неверно, это вы очень остро восприняли. Он очень любезно. Валерию Пакулину спасибо. И интересная дискуссия была. Влад Жигалов, пожалуйста, комментарий или вопрос. Да, коллеги, всем привет. У меня комментарий, практически в каждом докладе звучала тема странного излучения. И мне особенно понравилась вот эта идея у Валерия Николаевича, что некий аналог оптического датчика можно сделать, что вот если бы свет рассеивался на тех частицах, за которыми мы гоняемся, у каждого там своя теория, что это такое, можно было бы сделать новый датчик. Вот я хотел бы назвать пару цифр, чтобы было представление о том, какая интенсивность вылета вот тех частиц, ну, по крайней мере, тех, что мы видим, что те частицы, которые образуют треки. Я напомню, что у нас получалось вот от разных лендер-реакторов, вот в лаборатории Пархомова, одна и та же величина средней интенсивности треков, если считать суммарную длину вот на тех же самых DVD-болванках. Это получалось за недельную экспозицию порядка тысячи миллиметров на один диск. Если мы теперь поделим вот эту тысячу миллиметров, ну, точнее, вот дальше возникает вопрос, а сколько же треков там, да? Ну, известно, что средняя длина треков – это несколько миллиметров. Ну, если мы порядок величины будем оценивать 5 миллиметров на один трек, получается, что порядка 200 треков вот так вот в среднем, там, конечно, большой разброс, но в среднем ловятся за недельную экспозицию на один диск. Если мы теперь пересчитаем это в часы, ну, в неделю у нас 168, по-моему, часов, соответственно, получается порядка одной, точнее, порядка образования одного трека за один час. Но известно, что треки образуются группами, то есть, ну, порядка, может быть, десяти вот этих вот треков получается, ну, можно сказать, одновременно. То есть, они там локализованы в пределах, там, пятна, ну, порядка одного квадратного сантиметра. Это, кстати, вот реплика по поводу двойных треков, которые вот Андрей Чистолинов сегодня рассказывал. Двойные треки – это всего лишь частный случай, ну, групповых треков, а их там, может быть, десятки. Так вот, если, опять-таки, по порядку величины оценить в одной группе 10 треков, то получается, что одна группа треков в среднем образуется за 10 часов. Это вот по поводу того, насколько редки те события, которые мы ловим вот с помощью разных материалов, да, вблизи. Опять-таки, это все в ближней зоне реакторов, где считается, что там, ну, на порядок, на два интенсивность образования треков больше, чем, условно говоря, там, за метр от реакторов, да. Вот здесь возникает вопрос, а как тогда мы должны организовать вот такой детектор, чтобы он мог ловить настолько редкие события, потому что они же еще и вылетают в разных направлениях, да. То есть это совершенно несравнимо с тем, когда вот мы считаем нейтроны. Мы же не можем считать, условно говоря, один нейтрон за 10 часов и говорить, что, ну, вот, мы нашли, значит, источник, да, это вот в фоне просто утонет. А здесь у нас именно такая интенсивность вылета, по крайней мере, тех частиц, которые бороздят вот эти вот наши материалы. Вот буквально вот несколько цифр я привел к размышлениям. Влас, спасибо, спасибо за то, что ты обратил внимание на это предложение, но, наверное, ты не понял вот из моего доклада, что вот из моего короткого изложения, что эти частицы, о которых я говорю и о которых ты говоришь, это совершенно разные вещи. И вот частицы, о которых ты говоришь, которые чертят там треки, это уже некоторые образования и действия тех частиц, о которых я говорю, о которых я говорю, их огромное количество. И это следует из вот тех материалов, которые мы представляем, спектры, спектры радиационных источников дико меняются около наших реакторов. Вот у Климова, например, я тогда уж секрет выдам, у Климова, у него около его реактора есть зоны, в которых радиационные датчики не работают вообще, отключаются. У него там все загажено этим веществом настолько, что там рентгеновские фотоны не распространяются, оптически распространяются, а рентгеновские нет. И те, о которых ты говоришь, это вот странное излучение, которое я называю неизвестным излучением, это совершенно другая вещь. Она образуется и связана с тем неизвестным частицами, о которых я говорю, но это совершенно другое. Спасибо, спасибо, значит, Владу Жигалову. Этот вопрос спасибо, он проясняет. Молодец, спасибо. Каченко Михаил Петрович. Очень коротко. Очень коротко, потому что вы же уже комментарии давали. Я понимаю, я просто ваш доклад еще не слышал, вы до дали вашего доклада. Короче говоря, что касается, я как раз хотел поддержать вашу мысль, что вот те частицы, которые вы фиксируете, которые кушают рентген у нас спокойненько, которые рисуют треки, это правильно, это разные частицы. И вполне вероятно, ну, потому как вот я анализировал и, собственно, написал, что это вылетает, ну, вы называете темным водородом, я там, значит, побору как молекулу, да, но это правильная мысль. Хотя там еще в меньшей, меньшем количестве могут присутствовать вот эти КК-активаторы. Но это отдельная тема, а подавляющие должны быть простые варианты, когда вот у вас, ну, типа, значит, протонов два связалось. То есть тут я с вами солидарен в этом заключении. И хотел одну только фразу вот для Андрея Чистолинова сказать. Вот он там нарисовал, значит, форточку в другой мир. Просто хотел обратить его внимание, что есть работы Костицына, да, вот называется теория многомерных пространств. Она доступна, в принципе. Так вот, его утверждение, которое мне кажется очень интересным, оно сводится вот к следующему. Шаровая молния – это двумерный вариант пространства, да. Не буду ничего больше комментировать, посмотрите. И вот я думаю, что все ее особенности этим и определяются. Благодарю за внимание. Спасибо, Михаил Петрович. Значит, вот Геннадий Тарасенко опять поднял руку. Геннадий, по науке, без рассуждения от того, кто где, когда кого-то встретил. Пожалуйста, по науке. Я хотел сказать, что молодцы ребята, что начали выходить на саму планету Земля, на мир звездный и так далее. Начали уже понимать. Я с этим докладом везде выступал, со своими шаровыми конкретами. Там все есть. И не по своим докладам, Геннадий, а по которым были сегодня. Можешь что-то сказать? Мы были, говорю, Климов об этом и так далее. Я говорю, что эти конкретции все в ней есть. И надо эти шаровые конкретции изучать и так далее. И это я на каждой конференции, начиная с 2006 года по сегодня время, я все это вталкиваю, вталкиваю, вталкиваю. Наконец-то Климов, там Уруцкоев, там захотели заниматься и так далее. Но они ничего не смотрят. Они ничего не смотрят. Пускай они посмотрят. Пускай Климов, Уруцкоев и так далее. Кто чем занимался. Я сам геолог, геофизик занимался этими всеми делами. И иду навстречу вот этой новой энергии именно с позиции тектоники плит. Я здесь оставил в чате эти... Геннадий, Геннадий, вот ты не слышишь, о чем я говорю. Спасибо тебе за выступление. Извини, я твой звук выключаю. Не было твоего доклада. Сегодня были доклады. О них нам хотелось бы, чтобы... Геннадий, все, спасибо. Виктор Чибисов, пожалуйста. У меня вот такое соображение. Целый ряд авторов рассуждают, говорят о реакции распада нейтрона на протон, электрон и так далее. В парадигме известных элементарных частиц. В физике это называется реакция бета-минус распада. И никто не говорит о реакции бета-плюс распада. Вот в первых реакциях из нейтрона большей массы получается протон меньшей массы и еще целый ряд частиц, которые вот варьируют так или иначе. А в реакции бета-плюс распада там из протона меньшей массы получается нейтрон большей массы. И вот я считаю, что вот эти две, так сказать, крайности нельзя совместить, не перейдя к теории... Вот надо уже говорить о преломных теориях, как из преломов строятся все эти вот частицы, о которых мы рассуждаем. Вот такое у меня соображение. Это правильное в чем-то соображение. Я хочу сказать, что вот у нас в новом году, надвигающемся на нас, в феврале будет выступать Бауров, который одну из таких теорий построил. Вот Виктор Чибисов тоже ее строил, он выступал у нас на конференции, он немножко вот сейчас как бы намекает на это. Но у нас будет еще один человек, который как раз будет об это распаде говорить в первую очередь. Вот такой, я думаю, тут все слышали этого, это Бауров. Это очень интересный доклад. Поэтому, Виктор Чибисов, это правильное замечание. Спасибо за него. Если можно, еще одно маленькое соображение. Да. Вот ряд экспериментаторов, видно, занимаются нейтронами холодными. Кто-то, может быть, занимается протонами. Не водорода, а вот вылетающими из ядер. И вот если можно бы провести какие-то измерения их масс, вот по моим соображениям, исходя из прионной основы, масса нуклонов, вот протонов нейтронных, вылетающих из ядер, должна быть меньше вот справочных масс протонов в водороде и нейтронов в дитере, порядка на 1%. Ну, Виктор, люди, которые вот у нас участвуют в вебинаре и которые ведут эксперименты, техникой такого уровня, тем более на каком-то на уровне 1%, точно не обладают. Это нужно государственное финансирование в институтах профессиональных типа Дубна или Курчатовский. К сожалению, мы такие эксперименты делать не можем. Вот, но спасибо за постановку, это интересно. И вам надо будет потом объяснить, а почему вдруг масса отличаться должна быть. Но это не сейчас. Хорошо. Где-нибудь отдельно ваш доклад все-таки надо будет еще раз подсуток. Виктору спасибо. Значит, это было последнее выступление и замечание. Друзья, мы, значит, вот закончили обсуждение. Мы более трех часов, три часа пять минут, три часа, вернее, почти три часа обсуждаем. Спасибо вам за терпение. Я всех поздравляю с Новым годом. Это был заключительный вебинар этого года. Он, мне кажется, удался. Мы очень опять перечислили много интересного. Здесь вот Савченко писал, может быть, это все не видели, не все видели, что вот хорошо бы почитать то, что авторы рассказывают. Я для Алексея Савченко специально говорю и для других тоже говорю, что все доклады и все вот идеи, которые мы сегодня слышали, они все практически будут опубликованы в трудах 27 конференции, которая была у нас и которая в этом году и которую мы издадим в начале следующего года. И ее можно будет купить и разослать и читать. Вот это ответ Савченко. Друзья, всем спасибо. Видео нашего сегодняшнего вебинара, я надеюсь, через пару часов я вам всем разошлю. Всем удачи в Новом году, здоровья. Спасибо. Спасибо. С Новым годом. С новым счастьем.